МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире Народное Славянское Радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио. Сегодня у нас 4 декабря 2015 года. Пятница по одному из современных календарей, а по одному из старинных, древних календарей. 33-й день месяца новых даров, 7524-го лета, осьмица. О достоверности славяно-арийских вед, часть 2. Такова сегодняшняя наша тема живого эфира. И главные соведущие Юрий Алексеевич Тяжелов, Ирислав Дарманчук Константин Александрович. Я прошу всех поздороваться. Юрий Алексеевич, добрый вечер. Всем здравия. Ирислав. Здравия всем. Константин Александрович. Здравия вам всем. Отлично. Когда все в сборе, можем приступать. Для начала дам возможность выступить Юрию Алексеевичу. Мы продолжаем цикл передач, который называется «О достоверности славяно-арийских вед». Но начали, как вы можете заметить, мы с другой темы. Мы начали с вопроса Велесовой книги. Мы осветили тот труд, который был произведен группой во главе с Клюсом Анатолием Алексеевичем. Экспертиза Велесовой книги он назывался. И почему мы это сделали? Почему именно в такой последовательности? Потому что когда Велесова книга была экспертами и признана достоверным материалом, то то, что находится в Велесовой книге, оно потребовало не просто осмысления, а такого закрепления. Потому что там находится, по словам самих же экспертов, там находится не только исторический материал, не только материал об исторических событиях. Там есть сакральная часть, там есть поучительная часть. И вот можно уже абсолютно точно сказать, что нам сейчас никуда не деться от того, что в нашем славянском прошлом было миропонимание, которое содержало в себе миры Нави, Яви и Прави. как бы кто-то не хотел, как бы кто-то не ругался на какие-то источники, мог не признавать методы, но на текущий момент практически никаких опровержений и вообще достойных каких-то высказываний в плане отношения к этой экспертизе не было высказано. Это в том числе сказал Анатолий Алексеевич Клёсов. И сегодня наша встреча будет посвящена именно тому миропониманию, которое было и в Велесовой книге, который раскрывается в славянерийских ведах и в других источниках. И то, что в остальных источниках, которые древних источниках, которые присутствуют и которые уже являются историческими документами, есть и отголоски, и прямые соответствия с миропониманием, которое в славянских источниках указано, это является подтверждением достоверности, прямым подтверждением достоверности славяно-арийских вед. Наша задача привлечь внимание к этому древним источникам, к древнему ведическому миропониманию, показать как можно больше свидетельств для того, чтобы максимально большое количество людей заинтересовалось этим вопросом и как бы встало на определенную позицию. А позиция абсолютно человеческая и абсолютно справедливая. То, что наши старые источники должны быть должным образом сохранены, изучены и ни в коем случае они не должны признаваться экстремистскими материалами, так как, в принципе, уже даже на текущий момент понятно, что эти источники в меньшей даже степени соответствуют экстремистским материалам, чем какие-то либо другие, которые, в принципе, на текущий момент не могут быть признаны экстремистским материалом. Поэтому вот на этом, как бы я так подытожил немножко предыдущие передачи. И хочу передать слово Яриславу. Он как бы в этом цикле передач первый раз участвует. Я надеюсь, он нам поможет в нашей задаче. Хорошо. Передадим слово Яриславу сейчас. Я тоже немножечко подведу итог нашей встречи предыдущей. Мы в той встрече пришли к такому выводу, что если вдруг закроют славяно-арийские веды, и это будет по-настоящему уже запрещенная литература, то есть все суды всех инстанций подтвердят, что да, все это экстремистская литература и запрещено вхождение ее в Российской Федерации, в этом случае попадает под запрет вся та информация, которая там собрана. А это и символы, это и какие-то слова, выражения и так далее и тому подобное. Поэтому те, кто думают, что сейчас закроют что-то им не особо нравящееся, они глубоко заблуждаются, потому что, закрыв славяно-арийские веды, под удар попадут и другие источники информации, которые так или иначе связаны с нашим наследием. Поэтому вы сейчас все должны понять, что вот в данном случае это не какая-то маленькая проблемка какого-то издательства или какого-то одного человека. Это та проблема, которую сейчас необходимо разрешать. Вот к такому итогу мы пришли в прошлой передаче. Пожалуйста, Ирислав, тебе представляю микрофон. Можешь о себе немножко рассказать нашим радиослушателям, чтобы кто еще с тобой не знаком, поняли, кто ты и как с тобой можно общаться, какие вопросы тебе можно задавать. Добрый вечер, друзья. Я являюсь директором издательства «Радович», которое издавало как раз те самые славяно-арийские веды уже, наверное, лет 10. И, соответственно, я являюсь главой фонда, национального фонда древнерусской ведической культуры «Сварог». Поэтому по этим вопросам можно мне задавать вопросы. Вот смотрите, я подумал, что сегодня такой, в общем-то, знаменательный день, потому что сегодня у нас эфир. И сегодня как раз я как глава фонда ходил, подавал документы в Центральный районный суд города Омска от нашего фонда, потому что фонд выступает апеллятором к судебному процессу. Мы решили вступить в дело. И сегодня наша адвокатская группа подготовила документы для того, чтобы мы как фонд вошли в дело и тоже стали участвовать, потому что здесь нарушаются наши права как фонда, потому что целью фонда является защита всего нашего наследия, культурного, ведического наследия. И, в частности, мы обратили внимание, что очень важным аспектом славяно-арийских ведах, особенно в первом томе, является книга «Сага об Энглингах». Это вот на предмет источников как раз этот разговор зашел, который был написан с Нори Снурселом. Это, на самом деле, литературный памятник мирового значения. «Сага об Энглингах» впервые была написана, ну, так, под предположением ученых, в 1220-х, в 1230-х годах на древнеисландском языке. И, соответственно, где-то примерно в 1980 году впервые в СССР была издана эта книга, в переводе она называлась «Круг земной», и была издана в издательстве «Наука» при поддержке Академии НОК СССР в серии «Литературные памятники». Вот, и потом эта книга целиком вошла в первый том славяно-арийских век, как «Сага об Энглингах». И получается, что это источник, который в скандинавских странах абсолютно незыблем, он такой же, как веды, может быть, я имею в виду, в Индии, да, как вот Бхагавадгита. То есть это источник такой вот очень существенный в скандинавских странах. И вот смотрите, то есть получается, мы начинаем закрывать вот такой источник. И поэтому мы, наша адвокатская группа посчитала нужно подготовить такое вот заявление, и мы вот входим в процесс. Потому что вот это один из примеров, один из примеров того, что славяно-арийские веды были построены по типу интеграции различных информационных потоков. Да, то есть где-то информация приходила из Скандинавии, где-то информация коррелируется с индийским направлением. Вот. Поэтому наследие наше ведическое, оно центральное. Ерислав, там немножко было пропадание. Наследие наше ведическое и дальше пропало. Оно повлияло на наследие всех народов. Правильно я понял? Да, да, да. Все. Вот. Поэтому такая апелляционная жалоба была подана. Вот. И в частности мы указываем, что суд абсолютно поверхностно провел рассмотрение, так сказать, экспертизу славяно-арийских вед. Они где-то вот мне адвокаты подали справочку. Это вот где-то. И вот как пример, что из 256 страниц первой книги славяно-арийских вед, да, судом было исследовано только 13 страниц. Вдумайтесь. 13 страниц представленных прокуратурой. 256 страниц вообще не исследовалось и, соответственно, все под одну гребеночку заметается, да. Поэтому вот мы, как фонд и, соответственно, наша адвокатская группа, мы послали вот эту апелляционную жалобу и будем требовать отмены решения Центрального района Суда Омска 30 октября 2015 года по части признания экстремистскими материалами книги славяно-арийских вед на основании того, что исследование было проведено непрофессионально, неглубоко вот, и не учитывались такие вот как сказать ну, глыбы, скажем так, культурные, да, вот как скажем, сага об Энглингах, да, вот такой круг земной. Вот. Вот сегодня, вот поэтому вот сегодня как раз такой день, когда у нас идет эфир и вот видите, такое параллельно идет как раз именно указание, идет апелляция именно вот на тему, что действительно в ведах заключены источники, которые обладают колоссальным культурным значением. Вот это я вот предлагаю, может быть, когда-нибудь одну передачу посвятить, может быть, вот такому направлению, как анализу круга земного, то есть Сейм Крингла на древнеисландском Сейм Крингла, ну, в переводе как круг земной переводится. Вот. То есть вот я мог бы вот такую идею подсказать тоже, потому что это прям лежит на поверхности. Вот. Это вот первая, так сказать, ремарочка. Вторая, я бы мог сказать, что есть очень замечательная книга «Коктилок. Северная прародина». Она была написана порядка ста лет назад одним из браминов индийских, который исследовал огромное количество текстов индийских и указал, что вся традиция вся традиция вот Индии она пришла с севера. И там он приводит вот именно цитаты из различных текстов, которые показывают, что да, вот наши предки индусов пришли с территории, где есть березы, где выпадает снег, там полярное сияние и так далее, и так далее, и так далее. Вот. То есть что следующее направление вот наших передач могло бы быть направление исследования именно этого текста, потому что там конкретно приведены конкретные тексты, конкретные цитаты, ну, и так далее. Очень тоже известный текст. И я думаю, что его, как первый источник, тоже можно взять как за основу. Я думал, руками за. Вот. Я думаю, что вот два, хотя бы на ближайшее время, вот два-две такие идеи я мог бы вот, собственно, подсказать. Ну и от себя могу сказать, что я часто приходится быть сейчас вот в Индии, там, в Непале, вот в этих странах. Я, конечно же, тоже, как бы, вот по роду своих интересов часто разговариваю с разными учеными-людьми, броминами. Вот. И мне многократно, вот, например, в Непале ученые или бромины, вот, кто знает хорошо тексты, они, да, они подтверждали мне, что, да, действительно, вся традиция пришла с севера, они это не отрицают, для них это естественно. Они говорят, да, да, мы пришли вот из Риши, потому что Руси, вы, может быть, знаете уже, в этой передаче, может быть, указали, что на древнем сосквите Риши, это звучит как Руси, не Риши, а Руси. Поэтому Руси, это как, вот, с точки зрения броминов некоторых, это страна Риш, то есть страна мудрецов, белых мудрецов. Вот. И мы являемся, как бы, ее потомками, потомки этих мудрецов. Вот так они это считают. Вот. И, соответственно, существует определенный корпус текстов на местных языках, там, на хинду, на непали, на урду, вот, на санскрите, которые, вот, собственно, эти все моменты, факты подтверждают. Я уже сделал заказ нескольким от имени фонда, я сделал заказ нескольким броминам, чтобы они сделали нам такую подборочку текстов, чтобы мы, с переводом на английский, чтобы мы могли перевести уже, соответственно, на наш русский язык, потому что, к сожалению, мы пока не владеем, там, местными языками, там, там, в Непале, там, санскритом, то есть надо еще долго учиться, но вот, потому что эти тексты написаны на этих языках, вот. Но, тем не менее, мне вот пообещали, может быть, в ближайший там год или там полгода, я думаю, что появится такая справочка, вот, уже, можно сказать, тоже, как бы, как научное исследование, вот, где эти вот факты тоже будут как-то обобщены, подобраны, и, соответственно, я думаю, что мы каким-то образом это исследование тоже опубликуем на наших сайтах, или вот здесь можем обсудить на радиопередаче, вот. Поэтому вот такая работа тоже идет, и, в принципе, для меня подтверждений наших веток огромное количество, огромное количество. Можно, например, следующим направлением это посмотреть какие-то арабские источники, потому что там тоже есть источники, где указывалось о походе, о походах древних, вот. И поэтому там можно тоже посмотреть какие-то направления, которые подтверждают, что вот было Александр Великий, например, да, Македонский, как он ходил на Русию, там, и вот, что там произошло, там есть несколько арабских источников, где-то описывается, тоже можно найти, поднять и рассмотреть. Вот, таким образом, очень много всего материалов, на основе которых можно легко и достоверно доказать, что славяно-арийские веды – это не просто какая-то выдумка или какая-то там, может быть, иллюзия автора, да, это действительно так, это что-то действительно авторитетная информация, важная, вот, и нам, конечно, всемирно нужно будет это достояние защитить, потому что действительно именно на этом пласте строятся наши, так сказать, архетипы, как славян, потому что и сказки, и предания, и особенно заветы богов, оно является неотъемлемой частью нашей культуры и нашего мировоззрения. Поэтому наши оппоненты, они, конечно, задумывали очень хитрое дело, захотев вышибить стул, так сказать, на котором мы сидим, да, то есть очень глубоко такая операция, очень мудрая, что ли, скажем, хитрая по измененному. Но я думаю, мы тоже не лыком шиты, мы тоже все видим и будем предпринимать все необходимые усилия, чтобы выправить ситуацию и, так сказать, доказать, действительно, что наши славяно-арийские веды – это не что иное, как реальность. Вот, но это вот краткая, я бы сказал, вот, для начала такая ремарочка. Так, кратенько ты вошел и сразу четыре темы предложил. Очень мне нравится. Хорошо, теперь будем искать специалистов для того, чтобы эти темы раскрыть. Естественно, подключим братьев-непальцев наших, чтобы они могли надать четкую информацию о подтверждении, я думаю, по твоим каналам это все удастся нам сделать. Ну и призываю тех ученых, которые серьезно интересуются нашим прошлым для того, чтобы заданные темы каким-то образом можно осветить. Я думаю, и лингвисты здесь могут подключиться, и историки, правильные, историки, а не те, которые против России работают. Ну вот, сейчас вот, допустим, да, мы вот предприняли пока в фонд, мы вошли пока только вот по одному вопросу, мы не стали многим, вот пока по саге Бенглинга, потому что это реально подтверждено, потому что в Швеции, в Норвегии, ну там никто не будет сомневаться в, так сказать, происхождении этого источника, это реально первый источник, поэтому там никому это не надо доказывать, это только в России никто не знает, ну я имею в виду там в органах там и так далее. А так это очень известный источник, поэтому вот мы пока на наиболее явном таком примере решили, так сказать, войти в судебный процесс. Так, уже здесь вопросы поступают сразу, пока ты еще на связи. Вопрос к тебе. Уже известно, когда будет следующий суд, или пока это все так? Ну, мы сейчас подаем апелляцию, апелляция, вот еще идет подача апелляций, соответственно, когда закончится процесс подачи, потому что там есть, я сейчас не буду, может быть, всего говорить, но в общем мы, еще есть люди, кто подключаются к судебному процессу и уже, вот, и, соответственно, затем уже судом будет назначена дата, когда будут все материалы обобщены, тогда будет дата рассмотрения, ну, я не знаю, это может быть через месяц, где-то так, я думаю, через три недели. Ну, в общем, не будем, за суд не будем решать, когда будет назначен, тогда и объявим. Да, 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 пока вот идет, мы подаем апелляции, потому что сейчас вот еще момент сбора всей информации идет, процесс идет. Благодарю тебя, прежде чем передать следующему нашему участнику микрофон, напомню, что еще также в прошлых эфирах мы пришли к такому общему мнению, что судья нарушает Конституцию Российской Федерации, а именно статью 28, которая скажет, что каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, то есть не просто религиозная, а вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию, то есть веру любую, или не исповедовать никакой. Свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними. То есть мы здесь видим упоминание и вера, и религия, и убеждения. И также видим слово «иные». Поэтому вот если гражданин, хороший наш судья, не поймет, что он сделал, то тогда придется нам обращаться в другие инстанции, которые смогут ему разъяснить правильно, что он сделал не так. Так что, и еще раз вот к чему я это сказал, к тому, что когда вот мы в одной из передач общались с одним разумным человеком, я спросил, ну а как ты вообще относишься к такому процессу? Понятно, что он прям, ну не спит с книжкой «Славяно-арейские веды» под подушкой, что есть она и есть, это хорошо. Но он сказал, это наше, и оно должно у нас быть. А вот мы сами уже разберемся, как нам это воспринимать. Сами славяне разберутся. Это правда, неправда, сколько там правды, что нам оттуда взять. Мы должны сами разобраться. И никто не вправе нам запрещать в нашей литературе разбираться самим. Мы же не обращаемся к другим народам о том, что у вас вот такая-то есть литература, давайте-ка ее запретим. Или вот такая. Нет, эти народы сами разбираются, они сами живут по своим уставам, они сами живут по своим конам, обычаям и так далее. У них есть своя литература. И хорошо, что она у них есть. И никто им не вправе запретить. А мы такие же граждане Российской Федерации, причем в большинстве пока еще, как мне кажется. И нам никто вправе, не вправе запрещать нашу литературу. На это указывает статья 28. Ну, правильно, правильно, да, абсолютно правильно. Константин Александрович. Подключайся, а, еще, да, давай. Ну, я буквально маленькую ремарочку хотел сказать, что вот видите, мы вот все здесь как бы сейчас наши, так сказать, копия ломается вокруг славяно-арийских вен, да. И вроде бы источников других нет. Но в разных текстах было указано, что у славян было огромное количество текстов, что все избы были всегда завалены какими-то книгами рукописными, значит, там, берестой там и так далее. Вот. Куда это все делось, вопрос? Кто от нас это все прячет? И почему, да? Вот. Это очень глубокий вопрос. И если, вот скажем так, я всегда говорю, если даже славяно-арийские веды где-то, скажем, где-то были немножко натянуты или где-то дописаны и так далее, это для нас на данном историческом моменте, это хорошо, мы должны взять это за основу, потому что у нас практически не осталось источников. Ну, вот Велесова книга и что еще? Практически больше ничего нам и не дают, потому что все прячут и уничтожают. Вот. И если взять параллели, мы же никогда не найдем переисточник Библии, правильно? Ее же тоже, мы знаем, что она, собственно, переписана и существует много различных списков, они все разнятся. И, так сказать, в разных переводах они абсолютно разные. То же самое и с Кораном. Вот. И так далее. В Тории там тоже совсем не так уж давно они, так сказать, его привели к какому-то, так сказать, каноническому написанию. До этого тоже были очень много ошибок, разногласий и так далее, так далее. Вот. Но, тем не менее, другие народы взяли, как из основы какие-то тексты, вокруг них объединились и, собственно, выстраивают свое, так сказать, житье, бытие, свою цивилизацию. Вот. А нам, соответственно, не дают ничего, понимаете? То есть, у нас были изъяты наше огромное количество источников, первоисточников и вот. И поэтому я даже призываю, что если где-то там действительно, ну, может быть, не совсем, так сказать, древний текст или, может быть, там как-то на слух переписан, там, может быть, его и, так сказать, он может вызывать сомнения, но я призываю, что, может быть, на данном этапе на это надо закрыть глаза, а именно все равно его защищать, чтобы он был, чтобы мы его читали, чтобы мы могли сами анализировать и принимать решения. Вот. Ну, по этому вопросу я с тобой полностью солидарен. Да, благодарю, потому что, да, на самом деле, если так разобраться, можно по пальцам, наверное, одной, но максимум двух рук пересчитать все источники, которые четко говорят о нашей древности и которые друг другу не противоречат. И вот когда у нас в передачах бывают разные люди, которые свое направление ведическое изучают, и мы начинаем сравнивать заповеди, какие-то обряды и противоречий нет, но все равно их не так много. Так зачем нам терять? Сегодня у нас вот эту часть отобрали, завтра эту, послезавтра и это и получится, как в песенке про апельсин, где мы делили апельсин, да, и что там в конце концов осталось? Остались одни корки, и волку достались корки, и все разбегаясь кто куда. Да, вот, у нас не так много сейчас что-либо нашего родного, древнего, чем можно разбрасываться. Может быть, где-то это не причёсано, может быть, где-то кому-то это кажется, что где-то что-то не так, но это всё равно, даже если сказки это наши, родные сказки. А вот другие народы, это их дело, им никто не запрещает, и я рад, что они там пришли к какому-то согласию, что у них что-то появилось, ну, значит, они будут жить в мире и хорошо, и ладно, но давайте свое поддержим. Хорошо. Так, у нас ещё до музыкальной паузы есть три минуты. Я предлагаю вступительное слово Константину Александровичу всё-таки представить. Константин. Добрый день. Здравия вам, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Константин. Я просто занимаюсь, интересуюсь как бы историей и много пытаюсь исследовать, в том числе и славян-арийской жизни. Я и хочу поделиться вот с некоторыми своими замечаниями и результатами подтверждения в вопросе о достоверности в своём институте. Я буду рад услышать. Думаю, наши радиослушатели тоже с удовольствием послушают. Пожалуйста. Ну, можно сегодня рассмотреть вопрос о достоверности славян-арийских мер через связь информации, которая записана в этих длинных текстах, с статистическими примерами, с достижениями, научными достижениями, которые сделаны в последнее время. Так вот наши предки, например, издавна знали космические законы о чистоте своего рода и умели защищать себя от вырождения своего. В первом томе славян-арийских мер написано, вот сейчас процитирую, «Не допускайте чужеземцев к дочерям вашим, ибо совратят дочерей ваших и растят души их чистые, и кровь народа великого погубят, ибо первый мужчина у черри оставляет образы духа и крови чужеземцами». «Образы крови из детей человеческих светлый дух изгоняют, а смешение крови приводит к погибели, и сирот вырождаясь, погибает, не имея потомства здорового, ибо не будет той глупой силы, что убивает хворей болезнью». Это написано в книге первой на странице 63. Так вот, соблюдая эти законы, в древних времен жили все славянские народы, собственно говоря, а людей, которые их нарушали, просто объявляли вне закона и не изводили в касты неприкасаемых. Из этого отрывка можно понять, что первый мужчина в жизни женщины оставляет свой образ, так сказать, духовный портрет будущих детей этой женщины. И от этого мужчины зависит здоровье и полноценность его будущего потомства. В настоящее время для обозначения этого явления используют греческое слово «телегония». Вот как бы об этом я и хочу рассказать после рекламной паузы. Хорошо. А в древности, насколько я понимаю, ты говоришь о законе, который назывался «закон Рита». Одно из названий, которое широко было распространено в ведической Руси, называлось «закон Рита». И там как раз говорилось о том, что как свой род содержать в чистоте. И вот, наверное, к этому многие наши недруги придираются. Они пытаются нас как-то пристыдить, мягко говоря, в кавычках, в том, что мы наезжаем на другие народы. Что вот как же так, с чем же другие народы плохие? Что же недолго вам плохого сделали, если вы не советуете, а может быть, даже запрещаете, как нам говорят, вступать в близкие половые отношения с представителями другого народа? Это что, является дискриминацией, на твой взгляд, или это что-то более глубокое? Ни в коем разе, конечно, это не дискриминация. Ну, далее я попробую вот как раз-таки на эти вопросы и далее. Хорошо. Переходим тогда к музыкальной паузе, а после нее будем разбирать подробно все заявленные темы и подтемы нашего эфира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В эфире Народное славянское радио. Добро пожаловать! Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. 4 декабря 2015 года пятница по одному из современных календарей, а по одному из старинных 33-й день месяца новых дорог 7524-го лета створения мира в звездном храме Асьмица. О достоверности славяно-арийских вед беседа вторая – такова тема сегодняшнего эфира нашего живого. И главный соведущий Ярислав Юрий Алексеевич и Константин Александрович. Итак, мы начали с того, что Константин представил нам чуть-чуть тему, которую он будет освещать. Но прежде чем он продолжит, я хочу напомнить, что вопросы мы принимаем из нашего чата, который находится на нашей странице слав, на нашем сайте slavomir.org. Ищите слово «чат», нажимаете. Если еще не зарегистрировано, то придумывайте латинский логин и пароль латинскими буковками, только его потом не забывайте, и вы сможете уже постоянно присутствовать в нашем чате, задавать вопросы, переписываться с друзьями. Также напоминаю, что у нас работает социальная сеть в защищенном формате, я рекомендую вам туда войти, зарегистрироваться и чувствовать себя в безопасности, общаясь со своими друзьями. Итак, Константин Александрович, пожалуйста, продолжаем. Ну, знаете, я остановился на том, что вот эти вот законы Рита, по которым жили наши предки, нынче назвали одну из частей этих законов, верительским словом, телегонии. Также в научном мире присутствует такой термин, как эффект первого самца. И открытие этого явления, эффекта первого самца, через практическое наблюдение сделало прорыв, в принципе, сделало прорыв в отборе пород, в животноводстве, собаководстве, коневодстве, ну и так далее. Суть этого биологического явления рассмотрим на следующих примерах. Так, Чарльз Дарвин в одной из своих публикаций перед научным сообществом приводил сведения, полученные от заслуживающих, на его взгляд, доверия наблюдателей из Бразилии и Южной Африки. Они утверждали, что кобылы, использовавшиеся для получения мулов, при последующем чистопородном покрытии приносили жеребят с явно выраженными признаками первого самца, то бишь осла. Также благодаря Чарльзу Дарвину стала известна знаменитая история старапской его кобылы, его друга, лорда Мортона. И в начале XIX века он покрыл свою лошадь зеброй, но потомство не получилось по причине генетической несовместимости. Но через некоторое время у потомства от жеребца уже английской породы, как она и сама, у нее были полосы, как у зебры. И по сути у этого жеребенка генетика была жеребца, но каким-то образом оказалась иноследственность зебры, что очень заинтересовало этого лорда Мортона. Также есть опыты профессора Флинта, Феликса Ладонтека с другими животными, которые подтвердили данный феномен. Это я взял из книги Феликса Ладонтека «Индивид. Эволюция. Наследственность неодоргенисты», изданная в Москве в 1889 году, где в главе «Телегония или влияние первого самца» он описал эти проводимые опыты на странице 244. С этим явлением также сталкиваются те, кто держит, например, чистопородных голубей. Если непородистый голубь покрывает породистую голубку, то ее просто отбраховывают, потому что в дальнейшем нет гарантии получения стопроцентного породного потомства от нее. Также в серьезных клубах собаководства существует правило, что если породистая сука забеременела от неизвестного кобеля, то на этом кончается элитно-племенная родословная у ее щенят. Это я могу сказать на собственном опыте по опыту завода немецких овчарок и в клубе. Если у овчарки имеется элитно-племенное, так называемое розово-родословное, то если была вязка незапланированная и с неизвестным кобелем, который клуб не знает, то просто-напросто уже розово-родословную щенят они не даст. Просто породную родословную дусть, что это немецкая овчарка имеет породу и все. Просто элитно-племенное, это однозначно отметается. Если селекционеры сотни лет придерживаются таких правил, значит, очевидно, в этом имеется какое-то основание. Правильно? У Юлия Цезаря также в записях о Гальской войне есть такие слова. Цитирую. «В захваченном городе солдаты предали мучу всех мужчин, женщин, стариков и детей. Женщин же, не познавших мужчин, они оставляли себе». И такие же описания по отношению к захваченным городам несколько раз встречаются в Библии. Значит, для древних мужчин женщины, не познавшие мужа, представляли какую-то ценность, получается. Подобные действия характерны как раз и древним славянам. И современный подход к этому явлению подводит доктор медицинских наук Сергей Казаринов. Он, основываясь на своей огромной практике, утверждал, что генетический материал первого мужчины, абсорбируя с родовыми путями женщины, изменяет ее на следственный аппарат. И это изменение сохраняется на всю жизнь и неизбежно передается потомкам. То есть это ученый муж, который занимался научными исследованиями. Кстати, вот если хотите поставить тупик любого биолога, то приведите ему такой пример. Например, при делении клетки возникают две клетки с тем же ДНК, что и материнская. При последующих делениях этих клеток они делятся в геометрической прогрессии. Так вот, зададим вопрос, как из одной децеклетки развиваются разные типы клеток, из которых в дальнейшем формируется, собственно, сам человек. Ведь все клетки по законам цитологии, это наука о клетках, при их делении должны быть идентичными. Пока наука, к сожалению, не может объяснить данный феномен. И вместо того, чтобы исследовать ее, просто-напросто вводят постулаты и все. Особенно примечателен, примером телегонии, советский период науки биологии. Вот я нашел такие данные, что в то время, когда под заклетом была сама генетика, например, в Армении при выведении новых пород кроликов, при скрещивании длинношерстных кроликов с кратношерстными, получали потомство, имеющую средней длины, шерсть. Однако, когда тех же короткошерстных крольчих начали опять спаривать с самцами аналогичные им породы, то, как заявили авторы эксперимента, они рождали как короткошерстных, характерных для своей породы, так и крольчат с более длинной шерстью. Это изменение было порядка 10% в их потомстве. Другие эксперименты были проведены, например, на опцах в Эстонии. Баранами породы кавказский меринос покрывали камолых, овцематок породы шаропшнер и эстонская белоголовая. И мериносы имели такие отличительные признаки, как более тонкую шерсть и рогатость. И впоследствии же, когда не получили путем нормальное потомство, которое было задумано, этих овец стали скрещивать с баранами своей породы. И в результате они стали приносить ягнят как с нормальной этой породой шерсти, так и с более тонкой в отдельных случаях. Даже ягнята были рогатыми, что не соответствует этой породе. Еще эти же авторы нашли влияние этого эффекта у кур. Так петухи астролорпы черного пирения опутурияли кур породы белой легорн с белым опирением. А затем легорнов разводили уже внутрипородно. И в результате внутрипородного разведения получали потомство, которое порядка где-то 7,5% имело отклонение в окрасе своего пирения. А когда же уже вот это потомство разводили внутрипородно во втором поколении, то во втором поколении отклонение по цвету пера достигло уже порядка 1,4%. Даже замечается рост этого отклонения. Также в 1949 году Белокушный провел подобные же шепоты с курицами и пришел к такому выводу, что скорлупа из кур породы легорн белого цвета, а у астролорпов темного цвета. И скрестили между собой эти породы, а затем, проводя чистопородное скрещивание у этих кур, у легорнов, также частично наблюдалась более темная краска яиц, чем это должно быть у чистопородных куриц этой породы. Это явление, вот эти показатели являются прямым влиянием самца на потомство, будущее потомство самки. Так вот, почему и каким образом происходит наследование генетических признаков от самца, имеющего физического наличия своего генетического материала у будущего потомства? Биологи знают о непризнанной до сих пор официальной науке этого эффекта телегонии, который утверждает, что на потомство самки влияют в той или иной форме все предыдущие партнеры, вне зависимости были ли от этих связей потомства или нет. Эффект телегонии также распространяется на людей. В результате многочисленных исследований, проводившихся в том числе и на Западе, было доказано, что у урожденного ребенка от женщины, имеющей множество половых связей, имеется отец по плоти, от которого он унаследовал свою половину хромосомного набора, а также проявляются признаки еще и множества контактов по телегонии от предыдущих партнеров. И ребенок наследует их качество на тонкоплановых материальных структурах своей сущности. Причем оказалось, что он наследуется не только внешние признаки первого полового партнера, но и его болезни. В частности, венерические, психические заболевания, заболевания крови, ну и так далее. Более подробно этот механизм, эти явления исследованы в книге русского ученого Николая Викторовича Левашова, которая называется «Сущность и разум». Он подошел там с научной точки зрения и, в принципе, очень подробно все это дело описал. при этом следует иметь в виду, что хотя кромосомный набор во всех клетках организма один и тот же, однако почему-то, например, клетки печени качественно отличаются от клеток нервной системы или мышечной ткани. Как и все клетки функционально специализированных тканей, соответственно, отличаются друг от друга. И все клетки по своей принадлежности тканям и системам организма воспроизводят себе подобные, причем общее расположение органов и систем в организме соответствует плану находящемуся на уровне сущности человека, а не ДНК. Вопрос о информации локализации внутренних органах на материальных носителях ДНК, определяющий общее расположение органов и систем в генетике, ну, по крайней мере, в общедоступной литературе не освещается, я не нашел. Ну, может быть, оно скрывается за секретными грифами, не знаю просто. Но неоднократно есть высказывания, прежде всего, практических о том, что общее расположение размещения органов и систем организма записано не в структурах молекул хромосомного набора, а храняющаяся преимущество, ну, хромосомная информация преимущества храняющая информация о синтезе веществ биомассы организма, а в структурах танкоплановых полей. Вот эти вот танкоплановые поля косвенно можно наблюдать в принципе в проявлениях эффекта Кирлиана. если вы видели фотографии Кирлиана, метода Кирлиана, то вот эти вот самые поля можно в принципе увидеть собственными глазами. Вот поэтому так статика была лошадь и способна родить же ребенка с полосатости зебры, исследованной по телегонии, то есть на основе полевой передачи наследственной информации, поскольку хромосомные наборы половых клеток зебры и лошади несовместимы друг с другом, и генетический материал хромосомы зебры ну никак не мог отразиться на физическом жеребенке, только мог передаться на уровне полевого его влияния. И впервые вот это полевое влияние исследовал научно русский ученый, доктор биологии, академик, российской академии и академии медико-технических наук Петр Горяев. Он занимался изучением особенностей строения ДНК. И так в 1985 году группа исследователей Института физико-технических проблем Академии наук СССР под его руководством обнаружила непонятный неподдающийся объяснению с точки зрения традиционной науки эффект. Так, разрушая ядра, извлеченные из клетки, ученые изучали молекулу ДНК. Суть метода заключалась в том, что лазерные фотоны, проходя через раствор и помещенный в него ДНК, отражают при своем прохождении информацию об их простых свойствах, таких как размер, масса, способность смешиваться с жидкостью и сдавать слабые звуки. И эти характеристики выводились на дисплей в виде спектра после соответствующей их компьютерной обработки. И так однажды после очередного опыта ученые случайно измерили спектр пустого места, то бишь пробирки, из которой был недавно вымыт винтический аппарат, препарат, который содержал ДНК. и каково же было удивление, когда луч лазера рассеялся, словно встретив невидимую преграду. И спектры пустой пробирки были очень похожи на спектры реальной ДНК, исследуем перед этим, но только, как отметил Горяев, уровень сигнала был несколько ниже. И решив, что пробирка несет следы ДНК, ученые заменили ее на заведомо чистую. Но результат остался тот же информацию о молекулах наследственности. Чтобы убедиться, что это не ошибка, они несколько раз протирали место, продавали чистым азотом, но характерные ДНК-спектры поначалу вроде как исчезали, но через 2-3 минуты они вновь возникали. Просто нельзя было уничтожить. И сомнений у них не осталось, что после удаления ДНК, физического удаления ДНК, то остается на этом месте фантом этой молекули наследственности. Он как раз взаимодействует с лучом лазера. Но самое интересное их зало впереди. Они когда опытным путем стали выяснять, сколько будет существовать по времени фантом ДНК, то казалось, что прибор смог фиксировать порядка 40 дней, что соответствует религиозным представлениям всех религий. Просто уровень сигнала изменялся, пока не пропал сосед и стал хуман. Так вот, по мнению Петра Горяева, вообще этот фантом вечен, собственно говоря, как и душа человека. Именно его существование и позволяет объяснить эффект телегонии, когда первый мужчина, оставляя женщине свой ДНК, он оставляет в ней фантом этого ДНК, который не видят приборы, то есть такой так называемый волновой автограф, по мнению Петра Горяева. Таким образом он расписывается на всем геноме, и эту рост к сожалению уже ничем не сотрешь, потому что она сделана не на физическом, а на волновом уровне. И данная программа потом станет формировать тело эмбриона. Образно говоря, в большинстве случаев наследственный материал следующих мужчин будет разбираться на кирпичики, которые пойдут на строительство по вот этому типовому проекту первого мужчины. Так вот предложенная Петром Горяевым гипотеза правдоподобно объясняет вот эти парадоксы наследственности, когда например рождаются дети стюмной кожи у женщины, которая за несколько лет до замужества не в связи с мужчиной африканской расы. Ну известные такие байки, которые ходят постоянно и не доказать их не могут, не провернуть. Даже вот по-моему передача «Моя семья» несколько лет назад была вот эта передача посвященная тому, что у женщины родился и на коже ребенок. Правда если вот хочу отметить, что если мужчина окажется с более сильным по качеству своего ДНК, чем предыдущие, то его наследство значительно конечно ослабит волновые гены, которые передались предыдущими партнерами. А что же делать, если первый мужчина будет там наркоман, алкоголик, урод генетический какой-нибудь. Ведь мужчины именно такого типа наиболее склонны к беспорядочным и безответственным связям. В результате может оказаться, что вроде бы у полноценных совершенно здоровых родителей вдруг рождаются психически больные дети. Вот вам тоже такой вот эффект. Вот кстати поэтому абсолютно все религии в один голос утверждают о необходимости девушкам соблюдения нравственности. И это неудивительно, что у всех народов во всем временах девушкам относились более строго, чем к юношам. Ведь основным богатством любого собственно говоря народа является здоровое потомство. Ведь недаром есть даже такая пословица, что воспитывая мальчика воспитываешь защитника рода, а воспитывая девочку воспитываешь сам род. Вот вам мудрость наших клетков предаваемая в этих словах. Поскольку каждый из партнеров женщины обладает своеобразием в строении своего организма, отличающим его от других партнеров, то в телесной организации будущего ребенка могут возникнуть несоответствия различных информационных модулей сущностей, которые наследовал им от партнеров его матери с предыдущими мужчинами. То есть это несоответствие в расположении органов, системы тела, асимметрия, избыточность или недостаточность органов. Самая распространенная асимметрия это сколиоз, который передается по наследству, в том числе и по головому наследству по телегонии. Вот, так вот, когда все это было установлено практическим экспериментальным путем, то все исследования и публикации по проблемам телегонии почему-то были засекречены. Вот вопрос для размышлений, кому это выгодно. Человеческие расы разнятся не только по антропоморфным характеристикам, но прежде всего по тому месту, который эти расы занимают на ступенях социальной эволюции. То есть, вот, так называемое эволюционное число у разных рас имеет разное значение. Это не преимущество рас одних перед другими, естественно, а просто говорит о том, что разные ступени эволюционного развития. И это можно очень хорошо пронаблюдать в США, в стране иммиграции, где смешались в принципе все представители человечества. Так вот, в элитных школах США с целью более глубокого усвоения школьных материалов просто были вынуждены делить классы по уровню интеллекта, по состоянию психики и так далее. И что подмечено было, что при этом делении была явно просвежена расовая градация учеников в классе. Вот вам тоже как бы практика наблюдения, приводящее к определенным размышлениям. Поэтому чистота расы является важнейшим условием ее совершенствования, сохранения ее при всех жизненных изгодах в неврядицах. Потому что если опираться на историю, то она неоспоримо свидетельствует о том, что все великие империи древности, Египет, Греция, Рим, Вавилон, погибали не от проигранных ими сражениях, а в первую очередь они погибали из-за массовой миграции в страны расово-чуждых народцев. В результате чего следующие поколения утратили просто-напросто государственный инстинкт. То есть они утратили преданность к родине, озабоченность ее судьбой. Кстати, сейчас мы можем наблюдать повторение этой истории в современной Европе, когда многочисленные волны миграции людей, имеющие другое от европейцев эволюционное число, пока лишь заполняют эту нишу в Европе, но это непременно скажется уже в следующем их поколении. Я просто уверен в это, потому что история показывает, что это так. Вот, например, наиболее убедительные примеры такого можно наблюдать в Перу и Никарагуа. есть статистические данные, что популяция зомбасов, это помесь местных индейцев с африканской расой, дает более 80% всех преступников в заключенных в тюрьмах. То есть 80% всех заключенных в тюрьмах это вот зомбасы. В странах с большим количеством меметисированного населения, такие как Колумбия, Бразилия, ну, в общем, государство Центральной Америки, преступность среди меметисов превалирует над чистыми расами, да, то есть там практически в кланах меметисов узаконена там работорговля, детская проституция, ну, многие там асоциальные вещи, которые просто-напросто как бы разваливают, да, все отношения государства в том числе. Приближаемся к музыкальной паузе, так что заканчивай свою мысль, чтобы мы могли спокойно перейти на музыкальную паузу. Так вот. Ну, давайте перейдем на музыкальную паузу, и я потом подведу итог сказанному. Хорошо. Напоминаю, что у нас работает чат, и если вы в чате не присутствуете, то в этом случае вы много теряете, поскольку я вот вижу обсуждение здесь в чате, и понимаю, что чат является полноценным дополнением к нашему эфиру. Так что не стесняйтесь, входите, регистрируйтесь, запоминайте свой логин-пароль на латинице, и пользуйтесь всеми благами современной цивилизации. Итак, переходим к музыкальной паузе. Музыка 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 В эфире Народное славянское радио. Добро пожаловать! Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио 4 декабря 2015 года. Пятница по одному из современных календарей, а по одному из старинных календарей 33-й день месяца Нового Дорова 7524-го лета от сотворения мира в Звездном храме Асьмица. О достоверности славян-арейских вет вторая часть такова тема сегодняшнего нашего живого эфира. Главный соведущий Ярислав Юрий Алексеевич Тяжлов Дарманчук Константин Александрович. И мы продолжаем общение. Напоминаю, что работает чат, вы можете задавать вопросы, общаться друг с другом. Также у нас работает социальная сеть, которая защищена от многих неприятностей других социальных сетей, то есть у вас там не украдут какие-то ваши данные. Также есть форум, на котором много чего интересного и так далее и подобного. То есть подключайтесь, создавайте наш славянский мир, делайте жизнь лучше, потому что если вы находитесь в стороне, то и эту жизнь делает кто-то за вас и без вас. Это означает, что не всегда эта жизнь будет так, как вам нужна. Прежде чем предославить Константину слово, я вот хочу вот что зачитать. Известно, что 14 октября 2015 года президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путином было направлено послание председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации на Рыжкину, в котором говорится, в соответствии с пунктом Г статьи 84 Конституции Российской Федерации вношу в Государственную Думу проект Федерального Закона о внесении изменений в Федеральный Закон о противодействии экстремистской деятельности. В частности, внести в Федеральный Закон от 25 июля 2002 года номер такой-то, такой-то, о праводействии экстремистской деятельности следующий. Библия, Коран, Танах, Ганжур, их содержание и цитаты из них не могут быть признаны экстремистскими запомнили это, да? И вот теперь давайте посмотрим, что говорится в Торе. Я не буду ничего ругать, просто читаю. Тора однозначно запрещает вступление в браки с представителями других наций. Этот запрет одна из 613 заповедей прослеживается исторически с момента дарования Торы на горе Синай более 3000 лет. То есть, обратите внимание, одна из заповедей гласит о том, что нельзя вступать в браки с другими представителями других национальностей, скажем так, ни иудеями, ни евреями. Так вот, источник запрета в стихе. «И не родись с ними, дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего». Причина этого запрета объясняется в следующем же стихе. «Ибо отвратят сынов твоих от меня, и они будут служить иным божествам». Ну, про то, что есть иные божества, то есть, много богов это благодарность за то, что здесь указывается, подтверждение то, что все-таки у славян множество богов, и, видимо, это указание, что нельзя с нами родиться, но это Бог бы с ними. Суть в том, что мы имеем четкое указание на то, что нельзя вступать в браки с представителями других национальностей. И вот раввин Раши объясняет, очень уважаемый раввин в том мире, он поясняет, запрет жениться на неевреях это не дискриминационный акт, а исполнение божественного повеления, цель которого уберечь евреев от отхода от традиций своих предков. Друзья мои, здесь четко указывается о том, что евреям запрещено отходить от традиций своих предков. Почему нам указывает на то, что мы должны отходить от традиций своих предков. Дальше, если твой сын женился на нееврейской женщине, дети от такого брака не будут считаться твоими внуками. А в случае, если твоя дочь выйдет замуж за нееврея, то несмотря на то, что твои внуки останутся евреями, в моральном и культурном плане они могут стать далекими от еврейства. Как вы рассматриваете такие посылы? Это уважаемый раввин сказал, он опирается на священное еврейское иудейское писание. Почему это иудейское писание никто не имеет права признавать экстремистским? А если в славянских писаниях говорится о том, чтобы брать жены только определенных женщин, то это считается экстремистским? Вот давайте мы продолжим эту тему разбирать. Константин, пожалуйста, я тебя прервал на самом интересном месте, ты хотел уже подходить к выводу своей интересной речи. Пожалуйста. Ну, так вот, если посмотреть на отрывок, который я сказал в начале из первой книги «Славяно-реских вет», «Славяно-реских в принципе, то, что я сказал выше, объясняет простыми словами, почему надо действовать так или иначе. То бишь, подведя итог всех этих предоставленных результатов научных исследований, практических экспериментов, то, в принципе, прослеживается тесная связь между приведенными текстами наших древних славянских документов и практическими выводами ученых, выводами статистики, что, кстати, подтверждается реальными знаниями, передаваемыми, о реальности знаний, которые наши предки передавали своим поколениям и донесли до нас свои знания через эти древние тексты. Вот, собственно говоря, как бы маленькая частичка, которая делает вывод о том, что это не пустой звук, это не просто книга какая-то, а это именно наше наследие, благодаря которому и почитая которое, мы сможем защитить себя от дурного влияния, скажем так, и дальше расти и процветать, как самобытный народ. Вот, собственно говоря, что я хотел сказать. Хорошо, благодарю. Ерислав, что-то добавишь в какие-то свои наблюдения ставишь? Да, я хочу сказать, что эти вот знания, которые мы сейчас рассмотрели, сохранение породы, то есть это действительно не только, скажем, удел, желание, скажем, славян, евреев, абсолютно все народы хотят сохранить свою породу, сохранить свой род. И я, будучи, скажем, в Непале, видел такую картину, когда одна богатая тибетская семья, у нее есть сын. И вот, и сын первый раз влюбился в Бутанку очень такого высокого уровня, по-моему, даже дочь премьер-министра Бутана. А семья у него такая очень традиционная, консервативная, она сказала, нет, только тибетка, только тибетка. Значит, сейчас у него роман с китаянкой. Вот. И, соответственно, семья все равно стоит на своем и говорит, если не пойдешь, не сделаешь, как говорим, мы тебя, значит, из рода, так сказать, выгоним. Там очень все жестко. И в Индии тоже самое. То есть, кастовая система. То есть, древние знали, что действительно, как сохранить род, как сохранить породу, как ее улучшить. И, соответственно, они выработали определенные системы и вот возникли касты, потому что, скажем, в агрессивной такой среде, где много разных народов разного происхождения, опленному народу, скажем, арийскому, нужно было сохраниться в этой среде, чтобы генетически не размыться. И вот они выработали такие кастовые системы, когда абсолютно невозможно никакое смешение с представителями других народов. Вот на этом основана вся ведическая, индийская культура. Но там же их за это не преследуют, не придают анафемии и в суды не таскают. Да, это живое все, потому что, когда ты знакомишься с человеком, вот там спрашиваешь фамилии, кто, откуда, потом обычно второй вопрос из какой-то касты. Я сначала этого не понимал, ну какая разница там, какая каста, это очень круто пережиток, на мой взгляд. Но потом я по роду деятельностям приходится мне их как-то там с ними какие-то дела организовывать. И я выяснил, что если они не за одной как бы неравной касты, то они с друг другом никогда ничего не будут делать. У них как бы есть антагонизм, то есть у них есть как бы уже такая как бы генетическая что ли программа, что только взаимодействовать с родственными кастами. То есть как-то вот, если у одного человека каста очень сильно ниже, то никакого вот взаимодействия у них не получится. И у меня иногда какие-то встречи там или какие-то дела из-за этого рушатся, потому что я не учитывал из какой касты человек. Теперь я когда с ними знакомлюсь, всегда спрашиваю, а из какой ты касты там, значит, откуда ты, откуда, какая семья у тебя. То есть все это очень актуально. Поэтому нам здесь это непонятно. А вот когда там находишься, то это все очень живо и реально. И вот что интересно, в Непале, например, существует один американский фонд. Американцы там тоже занимаются своим любимым делом, развалом традиций и, так сказать, уничтожением генетических, чистых, так сказать, народов. Вот. Они создали такой фонд, который, как мне сами не пальцы рассказывали, он дает субсидии тем семьям, которые вот создаются, молодым семьям, которые создаются не по законам, ну, скажем, скажем, кто-то из этой будущей семьи очень низкой касты, например, из неприкасаемых или там из очень другой низкой касты, там, скажем, посудомойка там или еще кто-то. А другой из более высокой касты, то по местным законам вот такие браки как бы не приветствуются, как бы они невозможны. А вот американцы, значит, они сейчас как делают? Пользуясь, что там сейчас финансовая ситуация не очень такая хорошая, они дают там несколько тысяч долларов такой семье, чтобы, так сказать, эта свадьба проводилась. И некоторые семьи, у которых очень сложное материальное положение, они, конечно, вот идут на такое вот, принимают помощь и создают такие семьи, которые, соответственно, нетрадиционные уже в местном понимании. Вот. И я думаю, что вот с этой нашей информацией коллерируется такая вот информация, что ведь в судебном в судебном разбирательстве постоянно муссировался вопрос, вот всех раздражает, значит, заповедь не берите жен с черной кожей, ибо кровь рода своего загубите. Вот вокруг этого в основном и, значит, ломаются копья на нашем судебном процессе. вот все, что сейчас вот ребята говорили до того, это абсолютно научные данные, это объясняется все. Вот. А почему-то не берите жен с черной кожей, это вот соответственно приравнивается к какому-то дискриминации, к расизму там и так далее. Но на самом деле я вот думаю, что это же ведь идет рекомендация, здесь нет, мне нет такой информации, что вот какие-то люди другие, они очень плохие, там нехорошие, или там их надо презирать. Здесь же вот идет, мне кажется, просто ведический совет, так сказать, ну, как завет, совет наших предков будущим поколениям, что не надо брать жест с черной кожей. Ну, что это может знать? Мы вот очень подробно разбирали этот вопрос. Один из них, одна из гипотез, почему так было сказано, можно предположить, что черная кожа, это возможно некая признак какого-то отклонения генетического, потому что мы помним, что если у вас желтуха, то цвет кожи будет желтый у человека, да, хотя он, ну, собственно, в нормальном состоянии белая кожа, да, но вы заболеете желтухой у вас появляется желтый цвет кожи. Вот, соответственно, возможно, было какое-то заболевание, что люди, ну, какой-то цвет немножко темнее становился, более темный. Возможно, это селезенка, там, какие-нибудь, там, я так предполагаю, вот, темный цвет кожи, вот. И, соответственно, человека, болеющего таким заболеванием, ну, было видно какие-то эмпирическое знание, что бесполезно с ним иметь дело, потому что будут, так сказать, потомки будут очень слабые вырождения. Но, я еще думаю, что вот второе, второе есть такое предположение, что здесь надо, здесь можно рассмотреть еще такой вопрос, что северные народы, которые более белого цвета кожи, и южные народы, которые кожи более темные, потому что она, ну, скажем, от загара, да, темная, черная. Я долго думал, что это может быть, и вот, однажды, в общем-то, я пришел к такому выводу, что, на самом деле, существует задача у южных и северных народов абсолютно разная по выживанию, потому что северному человеку надо выжить в абсолютно холодной среде, то есть ему нужно сохранить тепло, да, а южному человеку, вот, например, в Индии, в прошлом году от жары умерло там несколько десятков человек, это при том, что они там постоянно живут, да, вот, там надо выжить в абсолютно, так сказать, жарком, влажном климате, и я вот недавно наткнулся на одну статью научную, что оказывается у северных и южных народов абсолютно разная структура пор кожи, а с чем это связано, то есть у южных народов поры имеют такую структуру, чтобы максимально выбрасывать излишнее тепло из организма, то есть охлаждаться, потому что абсолютно жарко, очень душно и нужно как-то вот себя охладить постоянно, если не охладить, то организм перегревается, человек просто банально умирает от теплового удара, вот, а южные народы, здесь другая задача, то есть пор меньше, северные народы, наоборот, северные народы, извините, значит, поры, значит, пор меньше на площадь, они как бы тоньше, и их задача, значит, сохранить тепло, не выпустить, поэтому структура, задачи абсолютно генетические, так сказать, изменения в генетике абсолютно разные, то есть нужно одному сохранить тепло, другому сбросить, и вот я, мое предположение заключается в том, что если произойдет смешение вот этих полярных, так сказать, программ генетических, то на выходе что мы будем иметь, то есть человек, который не будет приспособлен ни к выживанию в холоде, ни к выживанию в экстремально жарком климате, вот, поэтому, соответственно, представители таких вот смешанных народов, я думаю, они достаточно быстро будут вырождаться, потому что у них адаптационный, так сказать, механизм будет разбалансирован, вот, и, собственно, вот такое предположение тоже возникает, поэтому в этом вот, подобных вот, значит, заповедях, не берите, же он с черной кожей, абсолютно я не понимаю, почему-то кто-то видит какой-то расизм, экстремизм и так далее, здесь, мне кажется, это вот чисто банальное, какое-то вот генетическое, так сказать, объяснение существует, но наши предки обладали этим знанием, конечно, мы утеряли, но, тем не менее, вот, по крайней мере, здесь два, вот я вот уже это положил, поэтому, конечно, обидно, что наши подобные заповеди почему-то считаются экстремистскими, а у народов, у других народов, вот как мы сегодня было зачитано, скажем, у еврейского, например, народа, там, у других народов, то это абсолютно нормально, да, если у четырех, значит, традиция нормальная, а у ведической традиции ненормальная, вот, поэтому, конечно, здесь прослеживается некая вот какая-то дискриминация в ведической культуре в нашей стране, вот, что интересно, и, кстати говоря, боговат-гиту почему-то не поместили, что тоже очень, что подозрительно, хотя Индия наш ближайший друг, да, то есть, а ведическая традиция Индии тоже не попала в этот список, что из нее нельзя, так сказать, что-то там на экстремист проверять, да, то есть, это тоже интересный момент. Вообще у нас интересно, да, такие судьи выносят постановление, например, лозунг «Русский значит трезвый» тоже был в свое время признан экстремистским. Ну да, ну да. Казалось бы, а здесь кто на кого наезжает? Здесь именно обращение к русским людям «Русский, становись трезвым», ведь известно, сколько людей умирает от этой гадости. Ну да, то есть, это просто совет, просто совет какой-то вот, ну, здорового образа жизни. А как это может быть экстремистом? Это тоже, я не могу никак узреть. Вот почему-то стараются бить вот по таким болевым точкам, значит, заведомо идет перекос фактов, идет, значит, как бы, такая политическая предубежденность какая-то, и вот, собственно, не можно сказать, дискриминация, да, дискриминация в родной стране, да. Здесь уже впору нам самим возбуждать дела по 282-й статье. Ну, может быть, пора, да, может быть, пора. Потому что как-то люди, люди где-то теряются, мне кажется. Если мы говорим о здоровье нации, напомню, что все-таки русских большинство, и призыв, русский, значит, резвый, это призыв к русским, перестаньте бухать, становитесь человеками, хорош уже валяться в луже, хорош валяться в грязи, то это воспринимается как экстремизм. Вопрос, так что ж, получается, пьяный, который валяется, он более вам дорог и более нужен стране? Вот-вот-вот. Я говорю, что непонятно, либо уже впору думать, что существуют какие-то, значит, здесь резиденты иностранных служб, чтобы проводить эту политику внутри страны, которая абсолютно не выгодна нашей стране. Вот, скажем, это абсолютно, то, что сейчас наш президент проводит, это вот, все, что происходит вокруг юридической культуры, это абсолютно не способствует решению тех задач, которые президент ставит перед страной. Вы знаете, поэтому я уже склоняюсь, в общем-то, к смысле, что какая-то у нас резинтура здесь очень хорошо копалась. Короты появились в нашем обществе. Ну что ж, давай дальше будем переходить по теме. Юрий, что-то скажешь и расскажешь нам еще? А я хочу немножко добавить к этой теме, еще пока есть немного времени до перерыва. Большое, огромное количество, можно сказать, народностей не осталось абсолютно, если бы они не придерживались своих правил по сохранению своего, как бы, уникального, уникальной культуры и сохранению уникального рода. А то, что случается с теми, кто эти правила, ну, скажем так, нарушает, или, скажем так, эти народности просто пропадают. Ну вот, куда делись Айны в Японии? Их нет. То есть, нету вообще просто народа нет. Все, то есть, есть какие-то следы, там есть фотографии старые, а этих людей уже нет. Все, и генетика, как бы, она там где-то смешалась, все, а непосредственно народности нет. Нет той культуры, которую они несли. То есть, и следов не осталось. И многие вещи, вот как Россия в свое время сохранила чеченский народ, да, вмешавшись в конфликт, тоже очень грузины те же самые могли просто исчезнуть. Это я говорю о том, что они-то живут отдельно, они-то, как бы, этот род, как бы, да, там есть, но все равно там те же самые армяне и турки, они отличаются, отличаются, потому что армяне свой, как бы, свой род все равно они так или иначе продолжают. Вот. И получается, что это угроза в том числе и для вообще просто рода, для культуры, для определенной культуры и вообще для народности любой. А Россия, между прочим, она сохраняет народности, она их, как бы, это закоплено законодательством. Поэтому нелогично, очень многие вещи нелогичны, конечно. Вот. А что мы, а в результате мы видим, например, в Америке это плавильный котел. Настоящий плавильный котел, где расы смешиваются и что в результате там получается, там, знаете, это тема для другой встречи, наверное, это как бы можно было бы обсудить. Вот. Еще хотел добавить, что вот когда зацепили сейчас вопросы, связанные с пьянством, и русский, значит, трезвый, у нас намечается встреча в следующую среду по реабилитации славянских народов. Я просто сразу решил как бы сделать такой анонс небольшой. И там как бы определенные вот эти вопросы будут раскрыты, потому что в принципе это пропаганда. То есть ведется пропаганда, ведется гибридная война, вот, когда даже то, что русские пьяницы просто внушаются с экранов телевизоров, Хотя у нас сейчас появились законодательства, значит, ограничения рекламы алкогольной продукции. Все-таки этот процесс не такой уж быстрый, и еще есть определенные факторы, которые ведут к алкоголизму, вот, в том числе социальная ситуация, ну, множество причин может быть по этому вопросу. Вот это я хотел добавить по предыдущему обсуждению, но у меня есть предложение перейти еще к однему подтверждениям, как бы направлению подтверждения достоверности славянских вед, о которых я говорил, это упомянуть о тех источниках, еще дополнительных, которые мы раньше не обсуждали, в которых миропонимание, славянское миропонимание в каком-то степени отразилось. И сейчас я хотел бы, не знаю, до перерыва я успею начать или нет. Начать, может быть, успеешь, две минуты есть. Две минуты, да. Ну, я тогда кратко скажу, что, в принципе, мы, просто о чем будет речь? Будет речь о учении Заратустры и о Бхавадгите, которое, это известные исторические документы, Авеста, значит, будем говорить о том, что непосредственно в этих учениях сохранились ведические какие-то отголоски того ведического мировоззрения, которое есть в славяно-реских ведах. И вообще, во многом проявление вот этого ведического мировоззрения, оно сохранилось и достаточно хорошо. Естественно, как бы с некоторыми элементами, где-то с некоторым недопониманием и даже можно увидеть некоторые зависимости, как вот эти представления искажаются. Я постараюсь привести эти примеры сразу после перерыва. Хорошо, хорошо. Значит, перед музыкальной паузой мне хочется напомнить анекдот такой, когда одним государством управлял царь, очень умный, очень хороший, все замечательно, здорово, но такой он был страшный, что сам себя в зеркало смотреть не мог. И как-то ему посоветовали взять с жены красивую девочку. Ну, возьми-то, говорит, с жены красивую девушку, он из простушек из самых. Неважно, будет она умная или дура, главное, чтобы красивая была. Это дети будут красивые, как она, и умные, такие, как ты. Ну, царь, недолго думая, пошел из простушек самых, выбрал самую-самую дуру, конченую вообще. Ну, чтобы была красивая, красивая. Ну, женились все, дети у них пошли, но самое-то интересное, что умом они пошли в маму, а красотой в папу. Вот бывают такие тоже казусы. Так что, переходим к музыкальной паузе. А вы, кстати, сообщили своим друзьям о том, что эфир у нас идет. Мир лучше сделали? Вот пока сообщайте, пока музыка играет. Субтитры создавал DimaTorzok Народное Славянское Радио. Потому что мы славяне. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио. 4 декабря 2015 года. Среда, года пятница по одному из современных календарей. 33-й день Месяца Новых Даров 7500-24 лета. Старение Мира в Звездном Храме Асмица по одному из древних календарей. О достоверности славяно-арийских вет. Вторая часть. Это тема нашего сегодняшнего эфира. И я предлагаю Юрию Алексеевичу продолжить тему, которую он затронул. Думаю, что нашим радиослушателям будет это интересно все услышать. Но прежде чем он начнет говорить, хочу зачитать такую вот цитату. Аркунин написал «Странно слышать от соведущего о черной расе. Ведь наверняка ему известно, что раса всего одна, что она означает люди с белым кожей. То есть, так же, как та была раса». В ответ ему Катерина отвечает про расу. Просто есть современный термин раса в генетике и антропологии. То есть, научный термин. Это имелось в виду. Конечно, исконное понятие расы, как, например, Бог и вера, совершенно иные, чем сейчас. И это также очень важно рассказывать. Но говоря о родах и видах человека, пока еще вполне удобно употреблять современные термины. Согласен и с Аркуиноном, согласен и с Катериной. Я, кстати, тоже иногда произношу такие слова, например, как с удовольствием послушают наши радиослушатели. Те, кто понимает слово в древнем представлении УДА как нечто в виде полового органа и воля, удовольствия, то, наверное, наши радиослушатели вряд ли захотят слушать с удовольствием то, что наши главные соведущие говорят. Но это так, было небольшое отступление. Призываю всех в очередной раз входить в чат, общаться, переписываться, задавать вопросы. Также регистрируйтесь в соцсети, защищенной от многих неприятностей и посещайте наш форум. Пожалуйста, Юрий, представляю микрофон, продолжай. Да, продолжаю. Вопрос, который я как раз осветил перед перерывом, это вопрос, что есть в зороастризме, что унаследовал зороастризм из ведической культуры. И здесь хотел сказать, что у нас есть, конечно, про зороастризм исследования, это и диаконов археологические мира Востока и Запада, и на русский язык приведенная литература Ницше, бой с мэри за астризм верования и обычая. Но я хотел бы достаточно кратко обрисовать, в чем суть вот этого учения, то есть даже не суть, а изначально как бы история и о сути. Когда-то, согласно легенде, изложенной в Шахнаме, монументальном своде эпической истории Ирана, который создал классик персидско-тагжистской литературы в Фердауси, это наша эра 934-2020 год, вскоре после очередного потопа на крышевой территории Средней Азии около 5100 лет тому назад со стороны Уральских гор явился пастырь человеков Хаома, возвеститель нового закона. Он стал отцом и учителем древних иранцев, а при его преемнике люди начали строить поселения, возделывать поля. Сын преемника Хаома легендарный царь Джимшид упорядочил жизнь со слове своего царства. Блестящее правление Джимшида не умирали животные, не увидали растения, в воде и плодах нигде не было недостатка, не было ни мороза, ни жары, ни смерти, ни старостей, повсеместно господствовал мир. Но из-за гордости Джимшида блеск Божий оставил его. И вот тут как бы даже вот в этом историческом описании уже наблюдаются определенные созвучия с сагой о Бенглингах, когда во времена правления Одина все испытывали достаток, все росло, не было недостатка ни в чем, и всегда побеждали. То есть вот такой золотой век. Но определенные силы прервали его царствование, затем последовали времена дикого восстания, из которого победителем вышел Фердмун. И далее как бы он царствовал, и во время его царствования, это где-то порядка 7-8 век до нашей эры, точных данных нет, у одной женщины, которая носила имя Дай-Дай, родился ребенок, его рождению радовалась природа, а сам ребенок по преданию появился на свет с радостным смехом приветствовать мир. Он смеялся, оставляя грудь матери, и от его смеха дворец наполнялся светом. Когда Заратустра был ребенком, совершалось множество чудес, что вызывало зависть у темных сил. Много раз они посягали на жизнь Заратустры, но безуспешно. Заратустра был защищен божественной силой. Ну, так как это такая легенда, это определенное описание, что дети рождаются уже с определенными способностями, с определенными возможностями, об этом есть упоминание даже в наших источниках древних, что таких младенцев, например, на нашей территории Петр первый приказывал тут же убирать. Сам он называл себя впоследствии, когда он начал расти, он стал самостоятельным священником, сам называл мантран, сочинитель мантр, заклинания и гимнов, обладал поэтическим даром. Время, когда жил Заратустра, являлось временем упадка нравственности. Это была эпоха войн, кровавых жертвоприношений, могущества колдунов и магов. По преданию, в 20-летнем возрасте будущий пророк оставил мирские желания, ступил на путь праведности и начал скитаться в поисках истины. Он путешествовал и однажды, однажды он, когда собирал напиток определенный, ингредиенты, вошел в реку, взял воды из середины потока. Когда он возвратился на берег, в состоянии ритуальной чистоты, перед ним в свежем воздухе возникло видение. Он узрел на берегу сияющее существо, которое позвало его с собой и привело к шести другим излучающим свет персонам, в присутствии которых Заратустра не видел собственно тенами земля из-за их яркого свечения. Это были божества во главе с Ахуром Аздой. Заратустра провозгласил его единственным несотворенным богом, вечно существующим творцом всего благого, включая всех других добрых и благих божеств. Он, по сути, объединил в единое божество вот этих всех божеств, которые существуют. В принципе, Заратустру считают основателем религии, которая впервые пришла к монотеизму, к одному богу. Хотя, по легенде, он объединил многих богов. И в те времена в те времена многобожие было, то есть, как бы, политеизм это называется. Значит, что открыл, какие заветы, какие заветы начал пропагандировать Заратустра. Добрые помыслы, добрые речи, добрые дела. Когда-то зороастризм исповедовали на территории Древнего Ирана, Афганистана, Средней Азии, Южного Казахстана. Он объединил большие пространства и оказал немалое влияние на мировые религии. Особенностью учения Заратустра была в том, что путь к богу лежит не столько через обряды и жертвоприношения, сколько через добрые мысли и праведное поведение. Значит, учение Заратустра начало распространяться везде, там, в том числе Туркменистан, Афганистан, цари начали принимать. Это рассердило правителей соседних государств, которые потребовали значит, тут иранского предправителя возврата к прежней религии, объявили ему войну, но он отказался это сделать, выиграл войну, объявил учение Заратустра официальной религией всего восточного Ирана. Значит, какие особенности были учения? Значит, жертвоприношения состояли исключительно из растений, сожжение животных считалось раскоплением огня. Кстати, я напомню, что в Велесовой книге как раз там наши предки писали, что у нас были другие обычаи. Мы никогда не приносили жертвопрошения кровавые. Спасение каждого человека зависит только от совокупности его мыслей, слов и дел, и вмешиваться в это сострадание или приходи не может ни одно божество. Заратустра был первым пророком, который учил о ра и аде, о грядущем воскрешении и о всеобщем последнем суде. Ну, о последнем суде мы сейчас имеем информацию, а вот то, что о грядущем воскрешении так повсеместно и в том числе в церкви христианской и в других религиях была информация, они давали информацию о воскрешении и непосредственно реинкарнации. В день суда человек будет держать ответ не только за судьбу собственной души, наразделить общую для всех ответственность за судьбы всего мира. И это было учение о мировых силах добра и зла и их борьбе. Здесь еще как бы следует отметить, что роль человека он поднял на определенный уровень, роль его личного выбора могла предрешить исход мировой битвы, судьбу мира. Значит, человек стал ответственным за порядок. Добро восторжествует, но каждый человек должен сам сделать свой выбор, чтобы ускорить эту победу. Нас судят после смерти по нашим деяниям. Нужно быть хорошим и в мыслях, и в действиях, так как добрые пойдут в рай, а злые будут наказаны. Здесь я хочу напомнить о мирах Нави, Прави и Яви, о которых мы уже говорили, и то, что как бы знания, которые передавались, они о чем в принципе говорилось, что смерть вы узнаете лишь в окружении, а для себя вы ее не найдете, говорил Перун. Он говорил о том, что человек, то есть в принципе боги передают знания, что человек не умирает. То есть они могут относиться к смерти, но это как бы как к смерти, но это всего лишь заблуждение. То есть после смерти человек продолжает жить. И вот получается, что знания об этом распространялись повсеместно, то есть практически во всех религиях есть информация о том, что человек после смерти жить продолжает. Но в какой-то степени эта информация начала деградировать, то есть изменяться, и знание стало превращаться в определенные догмы, которые как бы не раскрывают процесс, что это такое. В как бы в определенной части учений, в том числе Заратустра, говорилось о том, что вот эта жизнь зависит от того, как человек действовал при жизни, как он, от его мыслей, от чистоты его помыслов. И вот эта позиция, она сохраняется везде. А вот у нас непосредственно в наших славянских древних текстах там уже объясняется, что это вопрос связан с существованием, переходом в определенное состояние сознания, которое позволяет не просто существовать, а осознавать мир, и как бы это переход в других источниках, называется, в состояние полубога, потом в состояние бога, переход в человека-творца, если говорить простым языком. Но я немножко продолжу сейчас по поводу зороастризма. Что еще, какие позиции характерны? Значит, сейчас происходит эпоха противостояния добра и зла, все сущее вовлечено в битву лжи против истины. И, как бы, как говорится опять же в учении, вселенная будет очищена огнем, которая будет испепелить силы зла, праведники пройдут сквозь него невредимыми, люди-злодеи окончательно уйдут в небытие, а праведники пойдут в жизнь вечную. Весь мир очистится, и вот эта борьба между войством добра и зла составляет содержание мировой истории. Человек, находясь одновременно в присутствии света и тьмы, обладает свободной волей, должен выбирать себя. Во вселенской борьбе двух начал едва ли не ключевая роль отверинает человеку. Праведные поступки укрепляют истину. Истина является одним из основных понятий зороастризма. О чем мы здесь говорим? Вообще-то, когда говорилось о Перуном о смерти, говорилось, что правда является то, что человек не умирает. То есть, вообще-то, борьба идет о настоящих представлениях, о процессах, которые происходят в мире мироздания и вообще происходит с человеком. То есть, вообще-то, это правда, истинная информация о том, как существует человек, что происходит с ним после смерти. И вот это опять же проявление, что происходит борьба лжи против истины. То есть, это уже намного конкретнее, чем борьба добра и зла. то есть, это уже знание о том, что как бы ложь постепенно как бы пытается эту истину исказить в определенных целях. Значит, кроме этого говорится о том, что в принципе вот эти силы, то есть, вот разграничение по борьбе светлых и темных сил идет через понимание истины и лжи. Человек, вот как написано, становится на сторону лжи, активизируя силы зла. Идет противостояние. И как бы я уже подытожу буквально по поводу зороастризма. Вот эта вот характеристика, она как бы не на сто процентов соответствует, да, но видна именно отражение вот этого мировоззрения знания, которое в ведической культуре везде повсеместно распространено и в нашей ведической культуре, и в индийской ведической культуре. И я надеюсь, вы увидели, просто примеры были, они достаточно краткие, ну и в принципе выступление краткое для того, чтобы охарактеризовать учение зороастризма и увидеть в нем то отражение ведических правил, ведических законов, о которых говорится в ведах. Немножко еще добавлю то, что ту информацию, которая находится во везде, я, потому что у меня будет пример еще связанный с тем, как в различных учениях описано отношение общества к женщинам. Согласно везде, высшая цель нашей жизни достичь совершенного счастья и радости. Средство достижения этой цели знать волю Бога и поступить сообразно ей. Пусть радость, получаемая от жизни, заполнит сердце до краев. Целомудрие одно из главных добродетельных качеств. Супружество одно из самых незыблемых договоров, а дети дар. Женщины, поддерживающие силы супружества и человечества, это очень важная часть. Целомудрия женщина благороднейшее творение Ахурамазда. Женщина это чудо творения. Непревзойденная, несравненная по образу и красоте, она пребывает в семи царствах. Она расцветший цветок в саду жизни, распространяющий вокруг аромат. Женщина учительница учтивости для мужчины. Она помогает мужчине духовно расти. Она поддерживающая сила жизни мужчины. Я почему привел этот пример, потому что когда я сейчас перейду к Хавадгите, то определенная соответствия и определенные правила есть в Хавадгите в отношении к женщине. И через этот пример я прострою, вы увидите такую взаимосвязь, очень широкую взаимосвязь, как передавались такие общественные правила, передавались от тех светлых сущностей, которые как раз их давали непосредственно пророкам, непосредственно людям, там семь белых учителей севера, здесь присутствовали значит и из-за уральских гор учителя, в общем это был целый процесс передачи знаний. Так, у меня еще есть немного времени до перерыва. Семь минуток. Семь минут, да, поэтому я сразу перехожу к Хавадгите. Информация, о которой сейчас говорю, она взята из материалов Пятой Всероссийской научной конференции, с международным участием, которая проходила в городе Томске 24-25 февраля 2012 года. И в основном она была посвящена вопросу, связанному с попыткой запрета Хавадгиты. на сайте славянские веды.ru есть этот материал в разделе аргументы. Он достаточно большой, и те, кто интересуется, в принципе, он может там найти достаточно много аргументации для позиций по славянерским ведам, в поддержку позиций славянерских вед, потому что, как вы сейчас поймете, в принципе, тексты Бхавадгиты, Махабхараты, они созвучны, очень сильно созвучны, и как бы это тоже древние тексты, которые огромные, то есть их очень много имеется, буквально только Бхавадгита это 700 стихов, написанных по канонам эпического санскритского стихосложения. А даже трудно, у меня нету перед глазами списка, но там есть упаднишады, там есть книги, в которых написана техническая информация, по которым сейчас в том числе изучают индийцы и делают новые технологии, в том числе летательные аппараты были сделаны, но, к сожалению, в открытую не делается, но прекрасно понимают, что новые технологии не должны сразу в это, это как бы секретная информация, поэтому я думаю, что Индия в этом плане изучает тексты, и известно даже, что, я уже говорил, что определенные космологические вычисления они делают, в том числе по информации, которая находится в их священных текстах, в индийских ветах. Теперь от Пхавадгити. Это духовное произведение древней индийской литературы со всеми чертами вот этого ведическо-философского такого вида. Сложно представляется понять такое произведение, когда ты не пронежишь культуре, породившей язык, на котором оно было написано. То есть действительно, если заметить, мы уже знаем, в принципе, что санскрит это очень похож на современный русский язык и является в общем-то одним из диалектов древнеславянского языка. И как бы очень многие вещи, которые сейчас будут названы, они в общем-то не должны быть удивлением для людей то, что они могут соответствовать тому, что есть в славянерских ведах. Потому что они даже на одном языке написаны. Основной целью провозглашенной в ГИТе является это бхавадгит в широком смысле глубокое познание жизни, осознание собственных границ в контексте огромной вселенной. Это знание, о котором говорят так, что оно не является интеллектуальной деятельностью ума, это просвещенный подход в наивысшее состояние бытия. Еще раз напоминаю, что это миры правей яви. То есть определенная это имеется разница в состоянии в этих мирах человеческого скажем так не нахождения а как бы человека непосредственно. То есть в каком он состоянии находится, в каком он мире, в каком мире он принадлежит. Яви правей или нами. Это еще кроме всего прочего способ достижения знания. И о чем говорят веды, славянные резкие веды, о способе достижения знаний. Они именно к этому так и подходят, что таким образом может быть достигнуто состояние человека-творца. Таким образом и бхавадгита может считаться средством и руководством для достижения высшего знания. То есть это делают уже выводы эксперты. Говорится, что божественный язык, санскрит в своей изначальной форме настолько таинственен, что три четверти его сокрыты от людей, которым доступны лишь четверти. Риши говорят, что божественный язык входит в их сердца и не обнаруживают его с помощью самосозерцания. Считается, что этот язык обладает непостижимой созидательной силой. Мэрил Вольф, исследователь, говорит о санскрите так. Для выражения трансцендентного санскрит несомненно является наилучшим из хорошо известных инструментов, так как в этом языке многие слова передают метафизический смысл, для которого невозможно найти никаких эквивалентов в западных языках. Поэтому даже если со стороны вот как бы мы имеем вот такую оценку санскрита, можно сказать, что русский язык-то он имеет то же самое и надо задуматься о том и надо начать исследовать, надо начать изучать русский язык, потому что огромное количество литературы по сути написано на древнерусском языке. Индийской культурой свойственно представление культуры свойственно представление о том, что способность к мистическому познанию заложена в природе человека. В санскрите есть целый лексический ряд, указывающий на целые процессы концентрация, созерцание, называются индийские дхарана, яхна, саматки, устойчивый поход чистого созерцания. Логично представляется, что за такими словами закоплено четкое прагматическое значение. Это исторические, культурные, социальные условия, вся совокупность человеческих знаний и верований, среди которых происходит деятельность языка и которые оказывают влияние на использование языка отношения к нему. Если принять версию, как говорят эксперты, что санскрит это язык созданный бангами, следовательно, санскритские слова уже изначально себе несут прагматику духовной культуры. И остается предположить, что тем, кому язык дан, тем он более понятен и в частности понятны священные тексты. То есть, вот видите, какой подход у исследователей, то есть экспертов, которые подходят к изучению индийских вед. То есть, они уже заметили, что сам язык имеет такие глубокие корни, которые передают эти состояния. Сейчас я перейду к тому, что общечеловеческие ценности бхавадгиты, они выделены отдельно, то есть, это исследование выделено отдельно, и как бы кратенько есть замечательная цитата такая замечательная, что насколько эти ценности являются общечеловеческими. Юрий Алексеевич, давай к этому перейдем после музыкальной паузы, а сейчас мы перейдем к музыкальной паузе. Хорошо. Хорошо. Ты, когда цитировал Велесову книгу в подтверждение того, что осквернение огня может происходить через жертвы кровавые, надо здесь напомнить, что помимо Велесовой книги на это есть и заповеди сварок, которые в славяно-арейских ведах тоже присутствуют. Не приносите на латырь жертвы кровавые, не гневите богов ваших, ибо мерзко для них принимать кровь невинную от созданий божих. Так что и Велесовой книги, и в славяно-арейских ведах очень серьезные пересечения с тем, что ты говорил. А сейчас мы переходим к музыкальной паузе, после чего продолжим нашу беседу. Народная Славянская Радио. Потому что мы славяне. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио. Напомню, 4 декабря 2015 года пятница по одному из современных календарей по одному из древних 33-й день месяца Новых Даров 7524 лета осьмится. О достоверности славяно-арейских вед часть 2-я такова тема сегодняшнего нашего живого эфира. И я предлагаю Юрию Алексеевичу продолжить начатую им тему. Очень интересно послушать, что же там дальше задумано нам рассказать. Пожалуйста. Об общечеловеческих ценностях написанных в бхавадгите. Эти ценности являются основой воспитания, совершенствования духовного мира человека, это есть выработанные и накопленные достижения духовного, нравственного, эстетического опыта, вошедшие в жизнь человеческого сообщества и позволяющие поддерживать определенный уровень духовно-нравственного равновесия в человеческом обществе. Процесс воспитания на основе общечеловеческих ценностей представляет обогащение индивидуальности и личности человека знаниями, как он должен жить и что он должен и не должен делать, а также развитыми положительными моральными качествами общечеловеческого идеала современной этики. Бережливости, благородства, вежливости, великодушия, верности, выдержки, духовности, идейности, искренности, мужества, правдивости, принципиальности, самоотверженности, скромности, смелости, терпимости, трудолюбия, человечности, честности, чувства нового, чуткости. С одновременным и с житием противоположных отрицательных нельзя назвать ценностями зазнайства, злословия, карьеризма, корыстолюбия, мещанства, распутства, скупости, ханжества, чванства, эгоизма, злорадства, грубости, вероломства, цинизма, лицемерия, малодушия, высокомерия, трусости, тунеатства и косности, примененными в подседневной жизни. Изучая текст Пхавадгиты, являющейся сокровищницей общечеловеческих ценностей, автор вот этой цитаты предполагает даже пошаговую методику, состоящую из двух процессов, мы их называли рефлексивными, это поиск ответов на вопрос, что я должен и не должен делать в жизни. И второй пункт, ежедневная регистрация данных, самоанализа. То есть, автор предлагает составить таблицу. И вот здесь есть такие особенности, наверное, я абсолютно всех перечислять не буду, потому что во многом, во многом, они даже созвучны сломенарийским ведом, просто здесь есть позиции такие быть терпеливым, знать, что душа неразрушима вечно, воздерживаться от чувственных наслаждений, освободиться от всех грехов, освободиться от страха, видеть равенство существ и в счастье, и в горе, быть праведным, быть милосердным, дружески относиться к любому существу, быть неизменным в горе и радости, но я думаю, продолжу, будет всем интересно, в принципе, как бы не так много, но как бы это, я думаю, интересно. Быть сострадателем ко всем существам, проявлять постоянное спокойствие в желанных и нежеланных событиях, проявлять постоянство в самопознании, быть равным к почестям и поруганию, быть свободным от гордости, быть скромным и в другой столбик записываются качества, которые не соответствуют этому уровню, гневаться, быть лицемером, быть эгоистом, завидовать, причинять беспокойство людям, ненавидеть, быть коварным, алчным, грубым, проявлять высокомерие, быть самодовольным, заносчивым, преисполненным тщеславием, и опьяненным богатством, быть жестоким, быть жадным. И вот для развития моральных качеств и жития отрицательных автор предлагает специальный алгоритм целый. Первый анализ характеристики положительного морального качества, анализ характеристики отрицательного качества, какие общечеловеческие ценности говорят о положительном качестве, анализ необходимости развития положительного качества, почему положительное моральное качество необходимо развивать, что происходит с человеком при отсутствии его в сознании, сможет ли помочь его развитие в вашей повседневной жизнедеятельности, чему, по вашему мнению, поможет его развитие вашим знакомым, друзьям, родным и близким всем людям. Нужен анализ необходимости изжить отрицательных качеств, как проявляется отрицательное моральное качество в вашей жизни, что способствует его проявлению, почему это качество необходимо изживать, и определение составляющих положительных качеств, необходимых для последней жизнедеятельности, далее ежедневный контроль проявления обоих качеств с записью в дневник, проявляется ли изживаемое отрицательное моральное качество в течение дня, что этому способствовало, можно ли было избежать его проявления, проявляется ли развиваемое положительное моральное качество, или что мешает его проявлению, регулярное по результатам наблюдения за развитием и в конце цикла развития конкретное положительное моральное качество, самооценка количественного уровня развития, определение его присутствия противоположностей, отрицательного морального качества. Здесь я хочу сказать, что это в принципе целый механизм описан, ну, банально можно сказать, духовного роста человека, на самом деле изменение человека, как человек может зафиксировать эти отрицательные качества зафиксировать положительные качества и начать с ними работать и изменить себя непосредственно, потому что от вот этих качеств зависит дальнейшее все его действия. И я хочу сразу же перейти к славяно-риским ведам, потому что в них упоминается тоже, тоже упоминается, но более так продуманно, хотя это всего лишь один, то есть это небольшой документ, учитывая такое огромное количество книг индийских вед, да, и небольшого размера информацию, которая представлена в славяно-риских ведах, но тем не менее вот этот механизм уже описан. Сообщество того времени существовало и развивалось мирно, гармонично в соответствии с законами природы мироздания. И эти правила формировали истинные человеческие ценности, продвигая человека на пути его развития. В чем суть этого свода правил? Каков механизм формирования этих ценностей? Во-первых, в своде прописаны человеческие пороки. Их 16. Гнев неправедный, похоть, жадность, заблуждение, вожделение, жестокость, ропот, тщеславие, уныние, влечение, зависть, отвращение, распутство, желание чужого, угнетение и злость. Самому человеку очень сложно увидеть эти пороки. И свод нам описывает, что они могут, в чем они могут проявляться у человека. Говоря современным языком, через какие человеческие реакции могут проявиться эти пороки. Погоня за наслаждениями, враждебность, хвастовство своей щедростью, скупость, угнетение других людей, ложь, слабоволие, прославление своих ощущений, ненависть к ладе супруги. Такие реакции формируют личность человека с определенными достаточно неизменными качествами. Хвастливый, похотливый, высокомерный, злопамятный, неустойчивый, отказывающий в защите. Я хочу обратить внимание, что есть вещи, которые люди практически не оценивают, что они не могут своей жизни отследить. И вот в Ведах описан даже процесс, через что могут проявиться вот эти пороки человеческие. Человек может не знать, что у него есть порок. Вот человек увидел через психологическую реакцию определение своего порока. Что же ему делать дальше? Когда человек определил свой порок, увидел, что увидел это, он дает себе обет, обещание самому страдить тот или иной порок. То есть через соблюдение заповедей, законов Бога Творца Единого, законов рода вашего, правдивость, сдержанность, подвижничество, самотрешенность, стыдливость, терпение, стойкость, отсутствие зависти, принесение бескровных жертв, продолжение рода, милосердие, внимательность, изучение священных книг и древних век. Здесь, значит, когда человек дает себе обет, сдерживать порок, он начинает учиться контролировать свои инстинкты или пороки, другими словами. И как только так контроль закрепляется, человек приобретает какое-то положительное качество. Их 18. Они основаны в свободе выбора. Это сдержанность в действии, бездействии и целеустремленности, обуздание несправедливости, осуждения, самолюбия, желания низменных, гнева неправедного, уныния, жадности, наушничества, зависти, зложелательности, раздражения, беспокойства, забывчивости, многословия, самонадеянности. Вот как только вы услышали вот эти вот качества, обратите внимание, что они очень сконцентрированы вот даже в отношении бхавадгиты. Но для многих звучит неожиданными некоторые качества. Ну, например, забывчивость. То есть, что это такое? То есть, необходимо обуздать эту забывчивость, необходимо обуздать наушничество, беспокойство обуздать необходимо, многословие, самонадеянность. И тогда человек начинает контролировать себя. То есть, это уже переходит в состояние человека, который управляет собой. То есть, он эти качества, определенные инстинктивные вещи, которые были заложены, в том числе через генетику, которая осталась от животных, которая прошла через генетику человека, потому что это был эволюционный этап, инстинктивного поведения, которое сохранилось у животных. Вот эти вот качества, они проявляются через реакции в древнем мозге человека. И человек становится, собственно, человеком, когда он преодолевает. То есть, когда не эти эмоции, эти реакции управляют самим человеком, а человек ими управляет. И когда он преодолевает эти эмоции, проявляются определенные восемь качеств. Саморазвитие, праведность, способность к размышлению, к самоуглублению, к исследованию, бесстрастие, честность, целомудрие, собранность. Эти восемь качеств составляют суть человека. И эти ценности ищутся в разных учениях и так далее. А здесь они собраны в одном. То есть, в славянерских ведах это вся, этот весь процесс самосовершенствования, он сконцентрирован. И получается, что с точки зрения, вот мы сейчас можем сравнить с бхавадгитой, и мы видим, что в принципе, сами процессы развития вот этого контроля над своими качествами, это все присутствует. То есть, что вот этот процесс развития человека и даже тот момент, что он должен, сознание должно понимать и осознавать, что его человеческая сущность вечна, то есть она неразрушаема, это просто сознание переходит как бы на определенную истину. Оно должно усваивать эти истины для того, чтобы максимально реально формировать свои нейронные связи. Максимальное реальное формирование нейронных связей позволяет ощущать те процессы, которые происходят в окружающем мире. Это и был путь развития славянской цивилизации, он и есть этот путь развития, к непосредственно воспитанию в родах, в этой цивилизации людей-творцов и выхода их на другой уровень, на уровень человека-творца. Когда в совокупности вся эта структура, она позволяет выживать и роду, не просто выживать, а продолжать развиваться дальше, передавать знания и осуществлять вот это постоянное взаимодействие между всеми людьми в роде, в том числе на высоких уровнях, на низком уровне. И вот это вся, весь этот процесс, весь процесс существования рода, он, кроме всего прочего, кроме существования, он обеспечивал и дальнейшее развитие рода. Мы увидели не только, как бы, определенное соответствие с индийскими ведами, вот в этих примерах видно непосредственно миропонимание, глубочайшее миропонимание, описанное, которое имеет отголоски и вот эти элементы совершенно в разных древних источниках. А в славянерских ведах оно собрано и сконцентрировано. Разве это не является доказательством достоверности славянерских вед? Всех прошу, скажем так, тщательно относиться, очень бережно относиться к нашим, к нашим древним источникам. И они требуют не только внимания, но и защиты. И сейчас как раз такая ситуация. Сложилось, идет голосование, не голосование, а собирание подписей на сайте славянерийские веды.ру. Я думаю, здесь были вопросы. Сейчас вот как раз самое время на них ответить. Хорошо, но прежде чем отвечать на вопросы, мне хотелось бы от наших ведущих услышать какие-то слова, дополнения, если, конечно, они есть. У Константина или Ярислава, пожалуйста, присоединяйтесь к беседе. Свои можете какие-то фразы ставить. Да, несколько уточняющих моментов, чтобы... Ну, я могу вот сказать, что... Не точно произнесено слово тхиана, там как-то странно произнес. Там тхарана, тхиана, это медитация означает на самом-санкете, на самом-санкете. Вот, чтобы это... А так это было неправильно произнесено чуть-чуть. Вот. И я что хотел сказать. Вот насчет санскрита русского языка надо еще... Вот я как бы... У меня такое мнение, что надо понимать, что санскрит, который вот сейчас как бы остался в Индии, он тоже, так сказать, в свое время был преобразован, потому что вот как профессор Кочергина, по-моему, Кочергина из МГУ. Насколько я правильно произнес, я не помню. Человек как-то так, по-моему, звучит. Кочергина. Вот. Она выделила три фазы, значит, развития санскрита. Вот современный санскрит, потом санскрит времен и панишат и прокрит. Да? То есть вот самый древний вариант. Вот. Что касается русского языка, надо понимать, что мы говорим на романовском таком диалекте, так сказать, искусственном, в общем-то, языке, который был создан там лет триста назад, потому что вот еще Ломоносов даже, он принимал участие в создании этого имперского, так сказать, наречия. Вот. И был, в общем-то, порицаем за то, что ему удалось протащить в этот, так сказать, в это наречие очень много поморских и других вот коренных, так сказать, слов, ну, древнерусских. Вот. Потому что при его создании вот современного наречия очень много еще принимали участие иностранцы, поэтому современный вот русский язык, он достаточно засорен иностранными словами. Поэтому, конечно, когда мы говорим о родстве санскрита и русского языка, нужно понимать, что наибольшее родство имеет, конечно же, прокрит и древнерусский язык, а не современный язык и современный санскрит. Там немножко различия достаточно много набегает, изучать его достаточно сложно. Это я просто по собственному опыту скажу, поэтому это тоже вот надо, ну, чтобы более точно так вот рассуждать на эту тему. Вот. И что касается Бхагавадгиты, я бы вот что порекомендовал, потому что существует много переводов Бхагавадгиты, может быть, пять или шесть, не все неравнозначны, но посчастливилось нам тем, что несколько лет назад в издательстве София был издан труд парамаханса йогананды, парамаханса, маханса это лебедь, пара это великий, то есть великий лебедь, значит, образ это просвещенный душа, великий человек, значит, ну, как бы достигший больших духовных, ну, значит, высот, значит, лебедь это душа всего, вот как на картинах Васильева. Вот. Он, соответственно, написал комментарий на Бхагавадгиту, соответственно, эгический такой, и там он впервые дал внутренние понятия Бхагавадгиту, потому что все обычно концентрировались на том, что существовал внешний план, вот были пандавы, были куравы, и вот между ними на Курукшетре возникла, значит, битва, борьба темных, значит, светлых сил и так далее, и, значит, Кришна наставлял Арджуну там и давал ему наставление. Это вот как бы внешний план Бхагавадгиты, и все об этом, ну, как бы его на этом концентрируются. А оказывается, здесь не все так просто. Парамаханса Игананда выдал знания, которые всегда хранились в его линии передачи знаний, парампоры на санскрите, в его парампоре. Там оказывается, что каждому персонажу вот этого сюжета были даны какие-то наши внутренние качества. Например, Арджуна – это наше сознание, например, пандавы – это просветленный ум, куравы – это ум, охваченный какими-то страстями. И вот каждый человек, который в Бхагавадгите обозначен, он имеет, на самом деле, внутренний сакральный эквивалент нашим каким-то внутренним качествам. И вот эта карта, внутренняя схема, она дана вот как раз в издании Парамаханса Игананда. И потом уже на основе этой карты начинается объясняться, что же должно происходить внутри, как должны происходить внутренние изменения, по каким законам, по каким принципам строится духовное развитие или по нашим поведам – это восхождение по золотому пути восхождения. Соответственно, я считаю, что кто интересуется темой, нужно внимательно купить эту книжку, ее изучить, потому что таким образом это веды внутреннего развития, то есть там даны конкретно методологии. Ну вот, и надо понимать, что вот в Бхагавадгите очень хороший образ, что человек подобен полю, на котором растут разные растения, ну, разные высоты. Имеется в виду каждое растение – это как наше какое-то качество. Где-то ум, где-то психоэмоциональное развитие, то есть там энергетика какая-то, где-то там раскрытие центра сердца, там где-то более высоких энергетических центров. Это все разный-разный набор качеств. И вот смысл Бхагавадгиты заключался в том, что там даны много-много различных внутренних методик так, чтобы человек более-менее равномерно развивался по всем направлениям. Потому что если он будет развиваться только в одном направлении, ничего кроме родства это значительно не произойдет. Поэтому вот эти знания очень глубокие, они даны в этой книге. Вот такое вот краткое у меня замечание. Хорошее дополнение. Здесь надо пометить, что если бы не Ломоносов вмешался бы, не вмешался бы тогда Ломоносов в написание вот этого языка, то в этом случае его бы полностью написали Байер, Миллер, Шлёцер и их компашка. А в этом случае тогда бы от русского языка там вообще бы ничего не осталось. Ну да, мы говорим на относительно русском языке, так скажем, потому что, опять же, русский прилагательный на языке рус, но это такой отдельный разговор, конечно, по языку. Да, поэтому сейчас надо понимать, что язык тот, который наш древний, он несколько отличается от этого современного языка. Конечно, конечно, почитайте далее, почитайте далее. Да, и вот надо низкий поклон Ломоносову, конечно, отослать, потому что молодец, он настоял, хотя, если мы вспомним, на него вот эти вот дружки, Байер, Миллер, Шлёцер, они даже не просто так возмущались, они его хотели приговорить к смертной казни. Да, да, был. Так что вот так вот. Ну что, у нас остается три минуты до музыкальной паузы. Как мы поступим? Первый вопрос зачитаем или, может быть, заочно музыкальную паузу запустим пораньше и потом сразу перейдем к вопросам? Наверное, так давайте сделаем, пускай это будет как очередная отбивка между вопросами и ответами. И сразу после музыкальной паузы приступаем к вопросам. А вас, радиослушатели, в очередной раз призываю, делитесь информацией, не жадничайте, делайте мир лучше. Потому что если вы что-то знаете, а ваш собеседник или ваш друг или ваш близкий знакомый не знает, то в этом случае, и не знает, потому что вы с ним не поделились, в этом случае, скажем так, грешочек на вас. Вы не сделали мир лучше для него. Субтитры создавал DimaTorzok В эфире Народная Славянская Радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио. 4 декабря 2015 года, пятница по одному из Славянных календарей, а по одному из древних, 33-й день месяца Новых Даров 7524-го лета створения мира в Звездном Храме Асмица. Говорим мы о достоверности славяно-арейских ветв. Вторая часть, второй эфир у нас уже этой тематике посвящен. И дошли мы до интересного такого момента, когда можно задавать вопросы, напомню, которые мы получаем из чата, который находится на сайте slavmir.org, то есть Народное Славянское Радио. Если вы не знаете, как нас еще найти, то наберите в любом поисковике Народное Славянское Радио, и вы окажетесь на нашем сайте. Дальше ищите слово «чат», нажимаете на него. Если еще не зарегистрировано, то регистрируйтесь обязательно латиницей, запоминайте логин и пароль. Ну и, в общем-то, все. Становитесь полноценным участником создания передачи, общения со своими друзьями и задаете вопросы. Для начала прочитаю такую переписку. Очень мне радует, что сегодня богат чат на различные события, люди общаются очень активно, много интересных мыслей. Итак, Виталий написал. Напомните, пожалуйста, как решили вопрос баховат ГИТа, Катерина отвечает. Там до 20 ученых вступили в суд и решил, в силу ГИТа доказали, что нет там экстремизма и тому подобное. Виталий, а мы чего же так не можем сделать, Катерина? Потому что они не признаются в древнем памятнике, славян и лискведы имеется в виду, в древнем памятнике. Именно это сейчас и нужно сделать, изучить и доказать их достоверность и древность. Аркуйнон. Виталий, так давайте действовать. Аркуйнон, для начала нужно оповестить как можно больше людей, привлечь их к обсуждению в соцсети. Нам в этом могут помочь те же самые одноклассники, ВКонтакте, Фейсбуке и прочее. Здесь я абсолютно согласен. Если вы имеете какую-то самую-самую гениальную идею, но этой идеей не делитесь, для других этой идеи просто не существует. То есть в мире эта идея никак не проявлена. И то, что даже она самая гениальная, она никчемная в этом случае. Так что делитесь, делайте мир лучше. Итак, давайте смотреть, какие вопросы у нас здесь были и что мы сюда в чат приняли. Так, Лютобор, уточняющий вопрос. В эфир первой части передачи вы упомянули книгу Тилака «Северная прародина», но данный труд написала Светлана Васильевна Жарникова, а не Тилак, который написал другой свой знаменитый труд «Арктическая родина в Ведах». Правильно я вас понял? И так ли это? Благодарю. Это Кореслава, скорее всего, вопрос был. Ну да, правильно, потому что у нас же, знаете как, она не написала, она, в общем-то, перевела его там. Но издатели, как правило, меняют название, потому что, ну, скажем, по определенным их понятиям иногда так им кажется, что, изменив название, будет более удобно для, скажем, российского, так сказать, слушателя, или читателя имеется. Вот, поэтому, конечно, да, это труд, связанный, она принимала участие, то есть она переводила. Хорошо, следующий вопрос, Аркуинон. Каков смысл подписываться в петиции «Защиту славянно-арийских вед» на сайте change.org? Что изменит все эти подписи? Ведь это просто список интересующихся людей и сочувствующих, но их нужно объединить и направить. А кто это будет делать после сбора достаточного количества виртуальных подписей? Кстати, какое количество достаточно, надо тоже нам сказать. И есть ли план дальнейших действий? И кто будет всем этим руководить? Про план дальнейших действий я предлагаю сказать очень аккуратно, скромно, потому что, когда о плане знают больше двух людей, то это уже не становится стратегическим планом, каким-то действием более правильным, потому что о нем уже узнают все, и в том числе недоброжелательные. Но все-таки как-то озвучить это можно. Итак, кто возьмется на этот вопрос ответить? Ну, давайте я. Пожалуйста, Юрий. На этот вопрос. Ну, во-первых, для чего нужна вот эта вот подпись на сайте change.org? Это нужно, чтобы люди увидели, что большое количество человек поддерживает это обращение и поддерживает эту позицию. Потому что другим способом это как бы сделать трудно. Значит, второй вариант голосования, который прорабатывается сейчас, там, я напоминаю, это порой российская общественная инициатива, при наборе там 100 тысяч подписей в течение года государство должно обратить внимание, обязано обратить внимание, как бы об этом говорил Владимир Владимирович. Вот, там происходит оттачивание формулировок, можно так сказать, потому что там есть определенные правила, и там процесс этот может длиться два месяца. Даже ответ от, просто у них прям четко написано там, до двух месяцев вы можете ждать ответ. Вот, на ваше обращение. Ну, там, на самом деле, даже не обращение называется, а предложение. То есть, это второй путь, который мы, в принципе, все равно будем делать. Вот. А самый эффективный путь на текущий момент – это информирование людей. И люди, информирование именно правильное. То есть, та информация, которая сейчас есть, о достоверности и о том, что очень важно, в том числе о Велесовой книге, о других источниках, которые существуют, об их взаимосвязях. Вот эта информация очень важна, ее нужно вот в таком виде доносить, что эти все источники, они между собой созвучны. Потому что, ну, люди, как бы, существуют определенные блокировки у людей, которые просто не хотят читать, не хотят изучать. А на самом деле уже очень многое доказано. Уже очень многое по достоверности лайнерских фетов, оно доказано. Но при этом вот это широкое, достаточно широкое распространение, оно должно привлечь в том числе людей, которые разбираются в этих вопросах. И, как бы, вот наша деятельность на текущий момент, то, что вот в этих передачах, показать, что в различных источниках, в древних текстах практически, ну, то есть, везде есть созвучие, везде есть взаимосвязь вот этих знаний, которые там описаны в разных учениях, там и так далее, со славянно-арийскими ведами. А это означает, что когда мы про все эти источники рассказываем, что практически не остается источников, которые опровергают славянно-арийские веды. Как можно опровергнуть, если нету источников опровержения? То есть, это такой способ доказывания их достоверности, можно сказать. И находятся новые факты. Находятся новые факты, они будут выставляться на сайте, будут статьи выставляться на сайте, отзывы приходят, кстати, тоже будут выставляться на сайте. И я думаю, что процесс идет, но ваше участие личное, оно может помочь, потому что люди, как бы, нельзя всех сразу захватить, невозможно, да. И вот в основном личное, личный вот этот рассказ, личное доведение такой информации, оно играет роль, потому что замечено так, что какие-то известные люди, они, как бы, почту воспринимают с трудом, а вот когда с ними лично разговариваешь, оказывается, и изменяется ситуация. Понимаете? То есть, они могут некоторых аспектов не тратить время, чтобы некоторые аспекты увидеть, там, передачу эту, например, прослушать, услышать новые факты какие-то. Ведь именно это и меняет ситуацию. Вот почему очень важно распространять информацию везде, где вы можете. Пожалуйста, подключайтесь к этому вопросу. Да, на сегодняшний момент подписалось 11 801 человек под этой петицией. А по поводу ученых, вот я знаю, что будешь в ближайшее время встречаться с интересными учеными, известными, я, наверное, тоже будешь на эту тему с ними говорить, насколько понимаю. Что, подключитесь, пожалуйста. Это первая тема. Это мне напоминает, ты правильно сказал, что ученые, когда я общаюсь с такими известными людьми, они говорят, нам некогда просто-напросто читать это все, потому что из нас и так придет информация. Мы в свое время очень много начитались, обдумали, теперь наша задача излагать. И вот когда встречаешься с ученым, надо действовать, как в анекдоте, когда всплывает подводная лодка, сидит рыбак на берегу и спрашивает, куда американцы поплыли? Зюй, 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 ты, говорит, не выпендривайся, ты пальцем покажи. Вот поэтому иногда проще надо так вот пальцем показать вот это и вот это. А, все, понял, все, подписываемся. Вот с некоторыми учеными так иногда и приходится действовать. Так, дальше. Сейчас я посмотрю, какие подпункты. Значит, что изменит эти подписи? Ну вот сколько примерно нужно собрать подписей в обращении в этом? Сейчас там 11 800 человек. Есть какие-то там циферки, чтобы как-то уже эту петицию направить вверху? Чем больше, тем лучше. А обращение к Владимиру Владимировичу через администрацию президента, вот это обращение, которое опубликовано, оно уже отправлено. То есть, по крайней мере, этим способом, официальным способом, инициативная группа отправила это обращение. С точки зрения количества, да чем больше, тем лучше, потому что это, опять же, вопрос привлечения, ну, информирования людей. Ну, change.org еще обладает определенными функциональными возможностями, когда там новости можно опубликовать, люди могут новость прочитать, там им придет на почту там какая-то информация, да. И любые способы, которые вы видите, которые возможно сделать, я вот прошу вас, присылайте все предложения, как бы, инициативы на инфо собачка.славянскиеведы.ру. Даже через обратную связь на сайте. Даже если, да, запутаетесь, то просто-напросто можете даже у нас отослать и просто написать, что Юрию Алексеевичу тяжело, и мы передадим информацию, если уж совсем запутались. У меня такой вопрос. А не будет ли с этим обращением, ну, как-то так не очень корректно, не поведет ли себя очень как-то некорректно один из чиновников в администрации президента, ну, возьмут этот листочек, просто сомнутый, вот его в урну, бросят? Ну, во-первых, они должны официально ответить, потому что это официальное обращение. Поэтому в течение 30 дней они должны официально ответить. Так, хорошо. Кто будет заниматься этим после сбора подписей? То есть, вот, что это за группа такая инициативная? Ну, там есть, как бы, фамилии, это люди, которые, как бы, взялись за этот вопрос и в открытую, как бы, обратились к президенту Российской Федерации. Значит, сбор подписей, опять же, он направлен на информирование. И максимальная задача информировать людей, потому что люди оставляют голоса, значит, они поддерживают эту позицию. В этом, как бы, что дальше? От подписей мы не будем останавливать. То есть, мы будем собирать эти подписи, они будут работать. Да, ситуация может измениться, если будет, как бы, отрицательное решение по славянно-арийским ведам. Ситуация может измениться, но процесс исследования славянно-арийских вед не остановится. Я так предполагаю, что если эти подписи будут продолжать собираться и будут приниматься отрицательные решения, то в конечном итоге это может закончиться референдумом. Такое количество людей может быть подтянута к нашей древности, к своей древности. Ну, это так, мысли вслух. Так, дальше. Какие-то есть планы действий в дальнейшем? Ну, хорошо, собрали, отправили, президент посмотрел, сказал, ага, интересно, галочку поставил. А дальше, что будет это финансироваться из администрации президента, проведение экспертизы? Какие дальнейшие действия? В этом плане, в этом плане, значит, ну, варианты могут быть разные. Там не откликнется, откликнется. Каким образом откликнется? Будет, значит, на сайте Российской общественной инициативы еще дополнительное предложение, обращение по действиям, да, в данной ситуации непосредственно, ну, к руководству страны, да. То есть там будет голосование, граждане России там смогут только голосовать. Борьба за древнее достояние не остановится. На текущий момент, на текущий момент, в принципе, президент может внести определенные изменения, то есть через указ точно так же у него есть такая возможность, он уже один раз это сделал. Вот, если будет набрано достаточно большое количество, как бы, голосов, подписей, вот этой позиции людей, то я думаю, что на это внимание обратят. Ну, вот я хочу... В этом наша задача. Да-да, я думаю, что правильный момент, потому что, помните, да, что вот по указанию нашего президента были выкуплены карты Тартарии и размещены в географическом обществе, да? То есть я думаю, что здесь это стратегия правильная, потому что если мы обозначимся, что такая проблема существует с древним наследием, то, естественно, очень вероятно, что поддержка будет. Хорошо. Так, ну что ж, если мы так все дружно возьмемся, я думаю, что просто власти поймут, что большинство людей... Да, надо показать именно вот... Да, хотят именно этого, поэтому спорить с большинством нет смысла. Ну да, потому что это так. Так, дальше от Виталия было предложение пояснить с черной цветом кожи этот вопрос, мы его уже пояснили. Дальше Екатерина писала, «Славянно-арийских ветвь нет каких-либо карающих мер с тем, кто нарушает закон Элита, причем не по отношению к женам черной кожи, не по отношению к белым мужам, только объясняют последствия». И это в отличие от некоторых религиозных конфессий, где наказание может быть даже казнь. Это, кстати, да, очень хорошее пояснение, потому что вот в наших писаниях нет каких-то карающих моментов. Ну разве-разве? Посмотрите заповеди казачьего круга. Изменил жене там, или жена изменила мешок и воду. Не, мы говорим про славянно-арийские веды в данном случае. Да, да. Но тем не менее у нас, может быть, это не входило, но я думаю, какие-то были выработаны меры, которые сохраняли, скажем, силу казачества. То есть у них очень жестко каралась измена семье, там это очень жесткая смертная казнь. Ты не забывай, что все-таки казачий круг – это уже уставы более узкие, которые уже делались для определенного круга людей. Нашего народа. Да, нашего народа, но это уже более узкие. То же самое, как, например, существует военный устав. Военный устав, он пишется кровью. Поэтому там есть очень четкие указания, вплоть до расстрельных статей. А мы говорим про ведическую культуру, ведическое наполнение нашей жизни, и поэтому там рассказывается о том, как не надо действовать, объясняется, что будет впоследствии. И если человек сумасшедший, то, естественно, он будет нарушать эти законы, нарушать эти заповеди, и он получит возмездие в любом случае. Да-да. Да, когда мы берем уже более узкие, например, там уже некогда с человеком разговаривать. Слушай, ты или будешь выполнять, или не будешь, или просто в пятак получишь, и все. Все, давай, вперед, бой. Вот поэтому здесь мы сейчас славяно-арийские веды к казачьему кругу не привязываем. Это все-таки немножко разные вещи. А то сейчас нам скажут, тут еще что-нибудь пришьют. Да, так что давай дальше. Так, дальше, Виталий. Вопрос в эфир по саге об инглингах и законах Рита. Как связаны этот источник и закон Рита? Если можно, расскажите. Так, кому вопрос адресован? Вопрос всем. Может быть, Константин что-то по этому вопросу нам расскажет? Насколько я читал сагу об инглингах, там в прямом выражении нет информации о законах Рита. Ну так вот, что там родословное. И объяснение, так сказать, как возникла одна семья, пришла к власти, как другая семья. Войны между семьями возникли. Ну как это за власть, так и так далее. Как они наследовались. Другое дело, что можно по этим описаниям, зная закон Рита, увидеть некоторые следствия этого закона. Вот это другой вопрос. Ну да, там же сравнивается элементарно, что асы не брали в жены своих родственников, а ваны брали. И вот у них происходили такие-то изменения. То есть это наглядное проявление. Там закон, он там не расшифровывается, не объясняется. Ну как бы он имеет в виду, что люди уже знают его. И поэтому там идет описание, из этого можно делать выводы. Но закон уже надо знать до того. Там я не встретил описание закона в саге об инглингах. Если кто-то хочет что-то дополнить, то, пожалуйста, дополняйте. Законы Рита, они в принципе подробно описаны в самих сагонарийских летах. Как в первой книге там и так далее. Там имелось в виду вопрос в саге об инглингах конкретно. Насколько я помню, нет. Сага, да, она просто повествует о том, что происходило. Этот закон остается за ширмой, он остается за кулисами, но при этом виден на его действие. Он виден в действии нарушений, что происходит в том случае, если нарушение происходит. Так, давайте дальше тогда. Рассматривать вопрос от Бориса. Я так и не понял из второго выступления, телегонию признают официально или нет? Ну, это скорее вопрос ко мне. Да, именно так. Как я уже говорил, официально наука явление телегонии официально не признает. То есть она отвергает и объясняет это все атовизмами, генетическими всякими отклонениями и так далее. Но, тем не менее, этим явлением очень успешно пользуются селекционеры. И, как видно из практических наблюдений, да, что его очень активно применяют, это явление. Но, официально, да, наука его не признает. В силу того, что невозможность, скорее всего, то, что не может доказать, так как тонкоплановые структуры, она тоже не признает и отрицает, то невозможность доказать это, несмотря на труды Петра Горяева, да, которые официально, как бы, признаны и были признаны в официальных лабораториях Академии наук СССР. Но, тем не менее, к сожалению, вот так вот поступает наша наука. Вместо того, чтобы исследовать, как я уже говорил, вводят постулаты и опирается на них, как на какую-то твердую опору. К сожалению, наука со времен Миллера Шлёцера и Байера, она страдает определенными неприятностями в сторону русскоязычного населения и тех, кто духом к славянству себя относит. Поэтому, ну, вот, что есть, то есть. Давайте уж как-то из этой ситуации совместно все выбираться, потому что надо понимать, наука состоит из людей. И если в этой науке меньше наших людей, то и наука будет не наша. Если вы хотите изменить, в этом случае изменитесь сами и входите в науку со своими мыслями и создавайте внутри науки то, что будет помогать развиваться и восстанавливать все наши устои и иконы. Наверное, это самый простой способ решения всех проблем без каких-то потрясений и катаклизмов. Конечно, будет трудно, никто не скажет, что вас там ждут с простертыми объятиями, хлеб за соль вам никто давать там не будет, колотушки, скорее всего, для вас уже приготовлены. Но, опять же, пример Ломоносова вам в помощь. Дальше, скиф 13, вопрос эфир. Сайт для сбора подписей, который указывает Александра Попова, он точно такой же, то есть подписи оттуда суммируются или надо везде, где можно подписываться, где можно подписываться, стараться? И там, и там надо подписываться или будут суммироваться подписи на этих двух сайтах? Ну, во-первых, трудно сказать, какой конкретно сайт, вот здесь, который указывает Александр Попова, я здесь не вижу, но знаю наверняка, что они не суммироваются. Вот это не очень как бы хорошо, в том плане, что где-то там может быть еще какой-то сайт, который подпись собирает, и люди могут зайти и подумать, что ну вот, я тебе оставил свою подпись, я свое дело сделал, вот, как бы так успокоиться в этом плане. Ну вот, есть один характерный пример, как бы, когда люди, например, не могут оставить свой отзыв, вот совсем недавно один из людей, когда не смог на сайте Change.org оставить какое-то текстовое такое возмущение, да, потому что два раза сбоило все, он говорит, все, говорит, готов дать видеоотзыв и готов дать интервью, вот, то есть, но некоторые там могут подумать по-другому, то есть, человек как бы имеет желание, а некоторые, у него там в одном месте получилось, а в другом месте неважно, да, и получается, что такой разрозненный сбор подписей, он как бы мешает, мешает всему процессу такого привлечения внимания. Ну, что есть, то есть, да, лучше, конечно, везде, где возможно, оставить подпись. А нельзя это как-то найти, вот это, людей, кто... Здесь есть еще один момент, можно, конечно, да, 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 можно найти людей, но есть определенный важный момент, когда инициативная группа создавала сайт, а люди имеют отношение, могут иметь отношение к разным организациям, они приняли решение не, как бы, не пиарить организации, вот, а именно сам процесс вот этого, вот процесс славянерских вед, информировать вокруг славянерских вед без каких-то либо, ну, последующих, как бы, обвинений, там, так далее, чтобы никто не думал, что это, знаете, как только пиар-ход, да, то есть, это процесс возрождения, то есть, любой, кто прочитает, он должен понять, что процесс защиты древних текстов, процесс защиты нашего славянского древнего мировопонимания, вот, и восстановление этого мировопонимания, вот, какой процесс должен начаться. Вот так решила инициативная группа, которая создала ресурс и ресурс подписей. На мой взгляд, здесь никакого криминала нет, потому что, видимо, каждый видит мир по-своему и хочет сделать лучше по-своему, но с точки зрения объединения, конечно же, лучше искать всегда соратников, потому что вместе весело шагать по просторам, как пелось песенки, и когда мы объединены вместе, вот, единым выступаем фронтом для продвижения какого вы делали, решения какой-либо проблемы, то всегда это проще все сделать, нежели чем поодиночке биться головой об стену и ломать себе там череп и так далее, кости. поэтому что сделано, что сделано, что сейчас, закончится, что сделано, то сделано, поэтому если вы встречаете такие встречи подписей, читайте внимательно, что там написано, потому что иногда недоброжелательно начинают собирать подписи, там написана полная чушь и полная какая-то ерундовина и дрянь, которая больше повредит, если такое письмо куда-то попадет, поэтому прежде чем нажимать на кнопочку «Да», я согласен давать свои данные подписи, сначала внимательно прочтите, но если вы видите, что это очень полезное дело, то лучше подписаться на сегодняшний момент и там, и там. Вполне возможно, что через какое-то время все здравомыслящие люди услышат мой призыв и призывы моих участников в сегодняшнем эфире и объединятся и скажут «Все, мы выступаем одним коллективом, даем общую оценку того, что происходит, общее письмо, общее обращение и будет тогда сделана еще одна передача, где это все будет объявлено». Я надеюсь на то, что у всех у нас хватит здравомысля по этому поводу. Пожалуйста, Рислав, продолжай. Я хотел бы, может быть, если есть какие-то координаты, я бы с теми ребятами хотел бы пообщаться, потому что это, конечно, не очень хорошо иметь распыление такое, надо время фокусироваться в одну точку и поэтому вот, и правильно нужно, в общем-то, иметь заявление, тоже выверенное с адвокатскими группами, чтобы не было как бы ошибок, правильно, потому что человек может в эмоциях написать нескольких вещей, которые могут разрушить все дело, здесь мы не имеем права на ошибку, поэтому здесь самодетельность, она, в общем-то, неприемлема. Это, ну, вот это важно понимать. Хорошо, если тут вопросы, где приобрести славяно-арийские веды, пожалуйста, Радовича, издательство, Ярислав как раз представляет это издательство, вы можете набрать издательство Радовича, там приобрести необходимую литературу, которая вам нужна, которая еще не запрещена. Так что, вот так вот. Дальше, вопрос... Джаре приезжает во вторник, это так, новый. А, такой анонсик, Джаре, помните, у нас был эфир, да, вот во вторник уже можно будет... Во вторник уже получаем. Ура, ура, ура. Я слышу такие крики, ура, за окнами, народ ликует. Итак, вопрос в эфир, Наталья, мы живем в таком времени, где нормальные разводы и гражданские браки, смена партнеров. Мы выросли в незнании. Есть ли выход из этого положения? Есть ли способы очищения? Кто-то что-то скажет по этому поводу? Ну, давайте скажу я, так как... Эксперт по законам Рита, да? Давай, говори. Ну, значит, как я уже говорил, отпечатки вот эти мужчин, да, остаются на уровне сущности, на полевом уровне. И, к сожалению, просто так вот взять и убрать их, и стереть, ну, не получится. Для того, чтобы это сделать, ну, прежде всего, я считаю, необходимо ввести такое понятие и такое учение, как учение о сущности человека, именно, и вообще любого существа, да, и тогда, понимая механизмы, которые происходят, разбирая все, в принципе, человек при желании сможет достигнуть такого уровня, чтобы смочь, ну, либо помогать другим, либо у себя убрать, то есть убрать экономические привязки, да, которые были сделаны в свое время, но я бы не рекомендовал Наталье обращаться там к колдунам, ведьмам, заниматься вот всякими колдовством, которые, в принципе, то, что такое колдовство, это вот определенные действия, которые приводят тоже к определенным последствиям, в том числе и на тонких планах, но не зная механизма этого действия, да, просто действия по инструкции, можно натворить много нехороших дел, как бы усугубить еще положение себе, карма тяжелой и так далее, поэтому выход один, либо развивать себя для того, чтобы уметь действовать, да, на тонких планах, либо искать человека, который умеет это делать и обращаться к нему за помощью, я знаю на земле одного такого человека, это был Николай Викторович Левошов, да, который как бы делал такие вещи, вот, но сейчас к сожалению его нет с нами, но есть возможность как бы остались его труды книги и есть каждому возможность учиться, учиться. По-линински встать, хорошо, Юрий, пожалуйста. Добавить, добавить, там Николай Викторович еще проводил сеансы как раз очищения, то есть вот этих привязок, вот этих снятий, этих отпечатков, поэтому в общем-то и они вот этом видеозаписи они тоже обладают определенным эффектом, то есть он на разных встречах проводил вот такие сеансы по просьбе женщин, вот, и можно в эти сеансы как бы из записи взять и прочувствовать. Благодарю. Ирислав, что-то может добавишь? Да, это можно сказать, что действительно это только от стирания происходит очень сильной любви, вот, и насчет раньше жицы, которые это делали по убиранию, так сказать, этого образа, это затрачивалось, как говорилось, около трех лет жизни, и поэтому ту женщину, которую чистили, они, как правило, забирали свой рот и, как бы, для своих сыновей их чистили. Поэтому это не просто вот так вот ходить на сеансы, там, послушал запись это все, немножко все не, ну, как бы так, как это такая штукатурочка вот так, как бы обновить, да, а серьезно глубокая работа, она все-таки требовала более глубокого вот такого. Либо надо находить мужчину, который очень сильно любит, который со своей силой и энергетикой стирает эти образы, подавляет их, либо это, конечно, уже люди, которые, ну, жрецы раньше были, сейчас я не знаю, есть ли они. Да, я тоже от себя хочу добавить, естественно, что человек, это, если настоящий человек с большой буквы, это ас, ас – это Бог на земле в воплощении человеческом и нет ничего невозможного для человека, который на самом деле Бог, который мыслит как Бог, который создает все как Бог и если женщина, которая искренне любит, в открытую любит, по-настоящему то, что означает слово «любовь, люди богов, ведающие», если мужчины также любят и у них только для создания своего рода, для создания семейного союза они встретили друг друга, а не просто так поразвлечься и разбежаться, вот тогда, возможно, та великая магия, слово «могущий», когда люди могут исправлять то, что, к сожалению, когда-то было сделано, ведь ошибка это не приговор, ошибка это то, что можно поправить, исправить, и если вы творцы по-настоящему, наследники богов, то все в ваших руках, но не просто так, и знаете всегда, что, да, правильно Ильислав сказал, что жрецы тратили порой и не три года своей жизни, а намного больше лет жизни, чтобы какую-то женщину вытащить из той ситуации, в которой она попала, вот, это не просто так, это все, опять же, серьезная расплата идет, и надо понимать, что без человека, без самого, какие-то исправления произвести невозможно, здесь, как кузнец иногда, вот он перебивает клеймо на каком-то изделии, заново, ему сначала необходимо то клеймо замять, чтобы потом сверху что-то поставить, вот представляете, какая работа, вот то же самое должны сделать люди, а это возможно только через преданность, любовь, осознание, понимание, и когда вы становитесь асом, вот тогда вам это все возможно, но способны ли вы на это? Я думаю, что, в общем-то, на сегодняшний момент, если вы наслушаете, то да. И сразу вопрос к Ириславу, не отключаясь, где, Василий задает вопрос, где можно сейчас купить первый и пятый том вед славяно-орейских? Ну, к сожалению, пока уже нигде, вот в отдельном виде их нигде, мы еще остались, где-то в каких-то местах, там комплекты продают, по-моему, издательство Концептуал, у них осталось какое-то количество экземпляров, все четыре тома, но что, у нас они закончились, а по известным обстоятельствам мы печатать их сейчас не можем, потому что решение суда может быть в любой момент, и, так сказать, уже это рискованно, печатать. если мы выиграем, мы в течение двух недель это обеспечим наличие, если нет, то уже нет. Понятно, здесь вот ссылками обмениваются, так что еще раз предлагаю всем к нашим радиослушателям почаще заходить в чат, потому что это является наглядным дополнением к нашему эфиру. Так, благодаря за ответы. Ну, что ж, ответы мы все, вернее, ответы, да, на все вопросы, которые поступили, мы дали, поэтому я предлагаю переходить к заключительному нашему итоговому такому моменту, когда мы подводим своими выступлениями итог всей передачи. Давайте, наверное, начнем с Константина. Константин Александрович, предоставляю микрофон, можно в заключении сказать что-либо нашим радиослушателям от себя буквально так несколько фраз, какое-то пожелание может быть, или что-то, какую-то фразу, что не прозвучало еще в эфире. Ну, мы все здесь сегодня собрались для того, чтобы встать на защиту нашего наследия, славянный рестихиет. И я хотел бы пожелать, чтобы люди не оставались безучастными, вовлекали не только себя, но и круг своих друзей, знакомых, объясняли им для того, чтобы, так сказать, вовлечь как можно больше людей в это дело, осветить и встать на защиту и защитить. Вот, как это было сделано с Хагават-гитой, да, которые в Индии просто встали, защитили и ее отменили как экстремистический материал. Ну, вот так. Согласен с тем, что если вы не подключаетесь, то в этом случае, а кто тогда сделает? Кто, кроме вас? Сейчас нет других людей, которые бы так вот сделали что-либо за вас, вашу пользу, только вы сами. Поэтому распространяйте информацию, общайтесь с другими людьми, доносите светлое, вечное, доброе, сейте добро и будет мир вокруг вас и добро. Пожалуйста, Ирислав, тебе микрофон, что-то тоже в заключении от себя. Ну, действительно, сейчас начинается очень интересное время, когда люди хотят защитить наследие и тут уже как бы все чувствуют зов изнутри своих сердец, это очень радостно отметить. Вот, я с своей стороны хотел бы пригласить наше радио вот в среду я получил приглашение быть на круглом столе, который будет в Госдуме нашей у Федорова, это НОТ, движение НОТ, под их агидой организуется. Вот примерно по тем же самым темам, которые мы сегодня обсуждаем. Вот, соответственно, я бы вот хотел тебя лично пригласить, чтобы ты мог осветить этот крыглый стол, как продолжение нашей передачи, то есть, и потом тоже выложить, чтобы люди послушали, вот, там много интересных людей ожидается тоже, таких экспертов, вот, так что вот, как бы, очень набираем хороший темп. Хорошо, благодарю за приглашение, как там у Пушкина, если жив я буду, чудный остров навещу, беду напогощу. Я сейчас перешлю это, перешлю это сам приглашение, и там позвонишь, записаться, пропуски, все, хорошо, благодарю, благодарю, да, обязательно диктофон возьму и пообщаемся, вопросы позадаем, послушаем атмосферу. Интересно будет довести нашу позицию, так сказать, там будет, опять же, резолюция круглого стола, и как рекомендация мы можем, опять же, это все дело, наш вопрос по ведам, провести туда, и, как говорится, внести, и дальше двигать, тоже хороший вопрос, уже от Госдумы, от НОТ. Благодарю. Юрий, пожалуйста, микрофон, в заключение, что-то от себя. Ну, как говорили в Велисовой книге, как уже было полная цитата, но сейчас скажу, кто, когда говорят злое, кто не противостоит этому, тот глупец. Вот, в общем-то, так. То есть, необходимо противостоять, когда вот такие вот процессы происходят. И это говорю не я, а непосредственно те, кто писал Велисову книгу пять тысяч лет назад. Так коротко и ясно все. Прекрасные слова, да. Да, так давайте цитировать нашу древность, там намного более мудрых вещей, чем мы сейчас можем с вами напридумывать. Ну, так или иначе, все равно я хочу от себя что-то сказать. Но птица говорун, не могу держаться. Давайте еще раз мы себе на носу так вот сделаем зарубочку, намотаем на ус о том, что сейчас идет пробуждение всего славянского мира, всей нашей древности на нашу же пользу. И если вы делите нашу древность на нравится-не нравится, тем самым вы фрагментируете весь славянский мир. А по одному нас очень просто поломать, как те прутики, которые достают из метлы. Если же мы будем вместе объединяться для того, чтобы познавать наше наследие, если мы будем брать это на вооружение не против кого-то, а на вооружение для нас самих, чтобы нам объединиться, познать нашу древность и стать теми, кем мы должны быть на этой земле, то есть славянами, наследниками богов, то в этом случае давайте тогда все-таки дружить. Давайте не будем лить воду на мельницу тех людей, которые нас пытаются разъединить. Иначе, если вы разъединяетесь, вы помогаете тем, кто против нас. Зачем вам это надо? Давайте все-таки объединяться. И вот один из таких ключевых моментов это проявление своей позиции в деле защиты славяно-арийских вед. Не допустите того, что это будет все запрещено и потом таким же успехом будут запрещать все остальное. Вот такой мой призыв. Если вы человек здравомыслящий, то я думаю такого призыва для вас будет вполне достаточно. Если вы не здравомыслящий человек, ну тогда считайте, что я говорил с кем-то другим. И по поводу ученых. Многие ученые говорят, ну вот да, Велесова книга там экспертиза прошла, но ведь славяно-арийские веды экспертизы не происходило. Так, друзья мои, о том и речь. Присоединяйтесь, давайте проведем экспертизу. Давайте убедимся, где правда, где додумка, где может быть нововведение какое-то. Давайте разберемся, сейчас такая предоставляется ситуация. Не уходите в сторону. Это первое. Второе. Ученые, многие сейчас говорят, что мы за Россию, мы за весь славянский мир, потому что славянский мир выходит за рамки России. Так вот вам сейчас возможность проявить себя. Встаньте на защиту того, что к нам хоть как-то относится. Потому что то, что к нам не относится, и так сейчас заваливает нас этим всем. Но посмотрите, как мы живем в этом заваливании, в этом мусоре, в этой помойке. Вам это нравится? Нет. Тогда посмотрите, что пишется в Велесовой книге, что пишется в славяно-арийских ведах. Там же призывы к тому, как жить счастливо, как жить по совести, как жить в ладу с природой. Держитесь за это, хватайтесь за это. У вас есть шанс себя проявить как честного ученого, не идущего на поводу у наших недругов. Напомню, по одному из современных календарей. 33-й день месяца новых даров 7524-го лета створения мира в звездном храме Асмица по одному из древних календарей. Мы говорили о достоверности славяно-арийских вед. Это была у нас уже вторая часть, вторая беседа. Я благодарю всех, кто принимал активное живое участие в нашем чате. Благодарю всех главных соведущих, которые раскрывали тему со своей стороны и, на мой взгляд, очень разнопланово и очень удачно. Желаю вам всем добра. До новых встреч. Услышимся. Продолжение следует...